В июле 1938 года я был назначен командующей 2-й отдельной краснознаменной армией в Хабаровск. ОК-2 бывшая была разделена на две армии. Первая отдельная краснознаменная армия была размещена в основном в Приморье, с центром Никольск-Усурийск, потом назывался Ворошиловск, и Владивосток. Вторая отдельная краснознаменная армия охватывала обширную территорию, весь Хабаровский край, Благовещенская область, Николаевская область, Сахалин, Чукотка и Камчатка. А кроме того, в мое видение входило еще и Якутия. Не в обширности дело, а дело в том, что состояние войск показалось к тому времени довольно, прямо должен сказать, в запущенном состоянии войска были неустроены, плохо размещены. Нарушена была боевая политическая подготовка. Кой-где были арестованы руководящие работники, командиры дивизий и командиры корпусов. Арестован был Блюхер. Все это, видимо, не могло не сказаться на состоянии боевой подготовки. И поэтому требовалось в кратчайший срок, первое, привести войска в порядок, разместить правильно, организовать их правильно. Например, одна дивизия была колхозная. В этом направлении пришлось основательно заняться организацией и подготовкой армии, заняться укреплением границ. Приграничная линия шла от Кумары до Хабаровска, это граница с Китайской республикой. А так как в это время в Манчжуре были японцы, то часто на островах происходили соответствующие нарушения. Особенно нарушения были около самого Хабаровска, так называемого протока Казакевича. Предвидение укрепления Дальнего Востока в связи с сближением внешнеполитических позиций фашистской Германии и Японии, заключение антикоминтерновского пакта, так называемая Ось Берлин-Рим-Токио, она требовала того, чтобы боевая готовность войск на Дальнем Востоке была в надлежащем состоянии, и что надо быть готовым к возможному нападению японцев на территорию Дальнего Востока и к отражению японской агрессии. Поэтому надо смотреть было в оба. Работать надо не в полсилы, а в полную силу. Надо вести дело развернутым фронтом, с тем, чтобы обеспечить высокую боевую готовность, укрепить прежде всего границы на важнейших направлениях, знать группировку противника на противоположной стороне, и освоить такие территории, на которых не было наших войск совершенно, а японцы проявляли вожделение на эти территории. Это речь идет о Сахалине и о Камчатке. И вот вперед моего командования впервые на Сахалин и на Камчатку были введены войска. На Камчатку была введена 100-я дивизия под командованием товарища Городнянского, который потом в Великой Отечественной войне командовал 13-й армией и героически погиб в Харьковской операции, замечательный командир. И на Сахалине поставить дивизию под командованием Макаренко. Николаевск на Амуре, в низовьях Амура, создать укрепленный район и создать отдельные командования, группы войск в виде корпуса или в виде армии. Должен вам сказать, когда я приступил к решению этой задачи, передо мной возникло очень много трудностей. Все данные о том, какая группировка занимает противоположную сторону, какие укрепления имеются у японцев, ничего не было введено. Разведка была провалена. Пришлось создавать заново и принять на себя смелость и ответственность за то, чтобы начиная от границы с Забайкальским военным округом, от населенного пункта Кумара и до самой границы озера Ханка вдоль всего Амура и вдоль Усури сфотографировать самолета и получить таким образом фотосъемку. Для того, чтобы сфотографировать с воздуха всю границу 2-й отдельной краснознаменной армии, пришлось провести предварительное мероприятие. Прежде всего, спарить фотоаппараты с тем, чтобы они покрыли более широкую территорию во время пролета на границе. Второе. Доложить народному комиссару товарищу Ворошилову. Вместе с командующим ВВС товарищем Жигаревым Павлом Федоровичем, который у меня в это время был командующим, организовали дело таким образом, что установили определенные зоны, точно проложили маршрут, установили контрольные пункты, всю границу сфотографировали плановый, сделали снимок, проявили, дешифровали, представили в Наркомат обороны в Генеральный штаб, доложили народному комиссару, и он был очень доволен выполненной работой. А для нас открылось очень много интересного и нового. Нам очень здорово помогла эта съемка в организации наших мероприятий для усиления обороны всей приграничной линии советского Дальнего Востока. Мы провели крупные мероприятия, провели до усиления в артиллерийском отношении. На усиление были поставлены 85-мм пушки. Словом, в оборонительном отношении подготовки театра военных действий мы проделали в 1938 и 1939 году огромнейшую работу на Дальнем Востоке. Мы готовили Дальний Восток к тому, чтобы в любое время отразить нападение. Вся эта наша работа проходила одновременно и с мероприятиями по улучшению боевой готовности войск. Проводились командно-штабные учения, войсковые учения, боевые стрельбы. Войска все были устроены в казарменном отношении. Причем все эти мероприятия проводились при тесном взаимодействии и помощи со стороны местных органов власти. Вся эта работа проходила в напряженной обстановке с точки зрения внешнеполитической. В эти годы перед войной на Дальнем Востоке японское командование провокационно вело себя в отношении нашего Дальнего Востока. Неоднократные нарушения границ, вылазки. Особенно угроза, когда мы начали укреплять Камчатку. Были случаи, когда подходили к Камчатке японская эскадра и предъявляла ультиматум Коротнянскому, что вы проводите мероприятие нам известно, незаконно, мы все равно с вами расправимся. Убирайтесь вон и так дальше. И начиналась причина этих всегда, так сказать, ультиматум, что они открыто и нагло нарушали наши территориальные воды, ловили рыбу, и когда наши катера советские воспрепятствовали им, они выводили эскадру и предъявляли ультиматум. Наводили орудия на наш Петропавловск, на наши позиции. И нужно вам сказать, что иногда были вот такие моменты, что буквально на волосок, как говорят, от какой-нибудь крупной такой истории, которая могла вылиться в открытый военный конфликт. Нужно дать должное нашим командирам, и в том числе товарищу Городнянскому, это командир не только с высокими боевыми качествами, как командир дивизии, но и как военно-политический руководитель, он очень правильно ориентировался, будучи самостоятельным. Связь у нас была только с импаратом. Конечно, на всякую роду такие ультиматумы я давал надлежащей команды, как вести себя, докладывал об этом и согласовывал вопросы обязательно, как правило, с центром, с Москвой, с ЦК. Но тем не менее, Городнянский очень мужественный, очень стойко, умело и выдержанно вот перед лицом прямой угрозы держал себя просто замечательно. Я о нем исключительно высокого мнения. Были отдельные нарушения приграничного режима и на Сахалине. Был у меня на Сахалине генерал Макаренко. Но здесь эти конфликты были более мелкого порядка, и поэтому, так сказать, не было таких угрожающих ситуаций, как это имело место на Камчатке. Что касается нарушений вдоль Амура, то тут близость расположения штаба армии, там в случае были их ставки, в этом отношении лично я быстро вмешивался и удавалось тоже самое предотвращать всякого рода наглые вылазки со стороны японцев по захвату тех или других островов или проливов, попытки высадки небольших десантов, в том числе прохождения в отношении протоки Казакевичева. Так что я остаток 1938 и весь 1939 год был все время в состоянии такого боевого напряжения. За все это время, будучи в Монголии и будучи вот на Дальнем Востоке, разумеется, у меня ни одного воскресного дня, чтобы не был в штабе или не был в саммит, и не ездил в отпуск, и даже не возникал вопрос о том, что я должен поехать в отпуск в Дальний Восток. Вот такова была обстановка. Обо всем этом, соответственно, докладывалось постоянно в Москву. Нужно отдать должное опять Центральному комитету партии, товарищу Сталину, Народному комиссару обороны, товарищу Ворошилову, генеральному штабу, что они понимали эту обстановку на Дальнем Востоке, уделяли исключительно внимание. И за мой период командования они дважды вызывали меня с докладами на Главный военный совет в Москву, где рассматривались вопросы боевой и мобилизационной готовности войск 2-й отдельной краснознаменной армии. Мы готовили страну к обороне на два фронта и против японцев, и против немецко-фашистской армии. Мы это отлично понимали. Для нас это было законом. Поэтому не случайно потом, когда ситуация изменилась в нашу пользу после разгрома немцев под Москвой, и когда с Дальнего Востока и Сибири стало возможным перебрасывать дивизии, они показали себя, что это действительно закаленные боевые войска, которые дрались замечательно. В 1939 году состоялся 18-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Я был делегатом от Хабаровской партийной организации и был избран кандидатом в члены Центрального комитета КПСС. Мне хотелось бы совершенно доверительно, не для печати, рассказать о заседании Совета старейшин или Совета делегаций. И вот тогда, когда обсуждали мою кандидатуру, товарищ Сталин бросил следующую реплику. Как вы оцениваете деятельность Мехлиса, начальника главфора, и какое у вас к нему отношение? Я говорю, товарищ Сталин, я оцениваю его деятельность отрицательно, потому что он неправильно ведет линию в отношении командных кадров. Прямо открыто сказал, что он завел на командиров и начальников по линии политорганов черные списки. Это недостойно. Он второй вопрос. А какие у вас взаимоотношения со Штерном? Штерн был командующей 1-й армии. Мы разделили Дальний Восток и разделили сферы влияния. Я ответил прямо, товарищ Сталин, в отношении личных ничего плохого нет. В отношении деловых у нас отношение нарушено на той почве, что товарищ Штерн много бы хотел командовать всем Дальним Востоком. А я считаю, что он претензии предъявляет неопоснованно. Так что, видите, даже такая деталь не ускользнула от Сталина. Это показатель. Он хорошо знал кадры, знал хорошо отношения и счел необходимо в присутствии всех задать такой вопрос нашему брату. Но я ответил прямо, смело, как надлежит коммунист. После съезда я вновь вернулся и продолжал работать со всем напором и напряжением командой 2-й Краснознаменной армии. А потом вдруг получаю сообщение от товарища Тимошенко в связи с тем, что Дальний Восток делить нельзя. Это единый театр военных действий в оперативном отношении наиболее будет разумно объединить под единым командованием. И в связи с этим мы бы хотели штерно назначить командующему от этой объединенной армии и назвать это Дальневосточный военный округ. А вас назначить командующий за Байкальским военным округом. Я не возражал против такого предложения. И в начале 40-го года я был назначен командующим Забайкальского военного округа. Штаб округа был в городе Чита. Командуя Забайкальским военным округом в первую очередь я занялся вопросами подготовки театра военных действий и приведения в боевое и оборонительное состояние существующих укрепленных районов. Там был к тому времени создан Даурский укрепленный район. Я занялся также мероприятием под усиление его в артиллерийском отношении и мне удалось выполнить эту работу. Кроме того округ продолжал расти численно. На территории округа начала формироваться 16-я армия под командованием генерала Лукина. И штаб этой армии был дислоцирован на станции Боржа. Второе. К этому времени была развернута на территории Забайкальского военного округа 17-я армия. Командовала этой армией товарищ Курочкин ныне генерал армии Павел Алексеевич. Маневры которые были проведены в 17-й армии предвоенный период уже в 40-м году показали что мы располагаем там очень хорошими войсками боеспособными с хорошими кадрами хорошо укомплектованными хорошо обученным личным составом. Там я встретил командира 65-й кавалерийской дивизии товарища Кашевого. Пётр Кириллович на меня производил впечатление очень хорошо подготовленный командир дивизии. Вы знаете он был очень активным упрямым то невозможности отстаивал свои мнения как никто но крепко работал с войсками учил свою дивизию и дивизия у него выглядела прекрасно. Я почему вам сейчас говорю о кадрах потому что это имело большое значение в последующем. корпусом командовал генерал Колпакчи которая входила в 16-ю армию Лукина. Генерал Колпакчи очень гибкий умный хитрый и отлично подготовленный командир красивый мужчина. Корпусом командовал очень уверенно и я был доволен что вот такие кадры замечательные в этом Забайкальском округе. На меня особо произвело впечатление 78-я стрелковая дивизия которой командовал Белобородов потом она прекрасно себя показала в битве под Москвой. Таким образом Забайкальский военный округ отличался по своему составу как округ большой многочисленный по числу соединений по боевой готовности по отбору кадров хотя и разбросан на большой расстоянии но на этот округ можно было положиться. Летом с 40-го года товарищ Тимошенко разослал всех своих заместителей для проведения больших тактических учений с боевой стрельбой. Вот такое учение приехал проводить заместитель наркома обороны Григорий Иванович Кулик ко мне в лагеря под Иркутском Иркутск тоже входил в Забайкальский военный округ и мне очень понравилось что нарком обороны взялся крепко за внедрение дисциплины порядка в армии подтягивание командных кадров проверки боевой готовности войск неотвлеченно не на основании рассказов а на основании того как они умеют действовать на поле боя хорошая школа хороший метод заслужит всемирного одобрения деятельность товарища Тимошенко на посту народного комиссара обороны конец 40-го года в стране и вне складывалась обстановка такая что чувствовалось что приход к власти фашистской партии во главе с Гитлером это является враг номер один все мы руководящие командные кадры это чувствовали и в то же время мы отлично понимали что враг номер два японская армия по тем временам как одна из сильнейших армий остается на Дальнем Востоке и японцы все время усиливают свои войска в Манчжуре поэтому проявлять не нужно необходимую бдительность и держать войска в полной боевой готовности вот такова обстановка внешнеполитическая и вот народный комиссар товарищ Тимошенко к концу 40-го года в декабре решил продолжая свою линию на повышение боевой готовности советской армии провести военную игру с руководящими командными кадрами округов и армии и с этой целью в декабре наш брат был приглашен в Москву вместе с начальником штаба с тем чтобы участвовать в военной игре и зашлушать ряд докладов по основным проблемам оперативного искусства и тактики в современных условиях по вопросам современной наступательной операции на этом совещании доклад сделал генерал армии товарищ Жуков тогда был командующим киевским особым военным округом по вопросам танковых войск доклад сделал Павлов как бывший танкист по вопросам подготовки штабов и руководства войсками доклад был сделан товарищем Мерецковым начальником генерального штаба был тогда Мерецков Стоило бы рассказать об этом совещании подробно какие вопросы возникали как они ставились я скажу кратко эти доклады исходили из теоретических взглядов нашего высшего командования отражали уровень современного оперативного искусства и тактики принципиальными основами являлась глубокая тактика глубокая операция которая была как основная исходная руководящая нить во всех докладах и выступлениях товарищей на этом совещании что наши взгляды отвечают современным требованиям учитывают и внешнеполитическую обстановку и правильно нацеливают наши руководящие кадры в дальнейшей подготовке советских вооруженных сил если будет война с немецко-фашистской Германией они являются совершенно целесообразными уместными и правильными как обобщение огромного опыта гражданской войны обобщением опыта и теоретических и учебно-практических занятий мирного времени и учет уже войны на западе которую вели немцы причем что важно что все докладчики и все выступающие отчетливо понимали что врагом противостоящим нам является немецко-фашистская Германия и поэтому когда всякого рода не кричали и всякие прочие понимаете ли и же с ними писатели клевещут на советскую армию клевещут на наши кадры что мы такие люди которые не разбирались не понимали не оценили мы отлично понимали и лозунг чужой земли мы не хотим но и своей земли ни одного вершка не отдадим мы это отлично понимали потому что это политический лозунг мобилизует наш народ и нашу армию что касается проведения конкретных операций несомненно мы делали акцент на разработку вопросов доступательных операций это взгляды вытекают из учения Ленина победивший пролетариат он не только должен обороняться но он должен быть готов и к наступлению все это было не просто вымыслы каких-то сидящих теоретиков в кабинетах они покоились на основе прочной базы нашей экономики нашего большого сплочения народов всех национальностей под знаменами коммунистической партии морально-политическое единство и сплочения нашего общества все это такие факторы которые давали нам полное основание ставить вопросы в стратегии оперативном искусстве смело активно если враг нападет мы должны действовать против его наступательно громить врага я думаю что это совершенно правильно и когда нам теперь вот некоторые историки фальсификаторы предъявляют требования что мы неправильно ориентировали неправильно понимали это ложь мы правильно понимали мы своим чутьем это первое второе всем своим опытом всей своей жизнью и своим участием в государственном партийном военном строительстве понимали что все эти задачи которые перед нами возникают и ставятся исходя из внешней политической обстановки они являются правильными как в подготовке страны к обороне так и в подготовке Красной Армии я думаю что если командиры которые ориентировались так правильно у них всегда направление практической деятельности подготовки войск шло в том направлении которое нужно на войне и поэтому лозунгом у нас было учить тому что требуется на войне это начиная от народного комиссара генерального штаба и кончая буквально нашим младшими командирами что тут худого по-моему совершенно правильно по-моему вот такие горе историки которые видят только все в черном свете они не правы или возьмите такую область как это я могу вычеркнуть из своей памяти когда мы видели такие мощные соединения как танковые корпусы как можно ликвидировать то что у нас уже появились новые танки появились новые самолеты причем накоплен самолетов был достаточный парк может быть и не совсем полностью еще в отношении конструкторской мысли доведены до совершенства но в этом направлении мы знали ту огромную программу которая выполнялась в области оборонной промышленности об этом очень хорошо ярко пишет конструктор товарищ Яковлев я рассказываю эти факты они настолько убедительны очевидны что мне кажется если все вот так это проанализировать я говорю очень бегу так набросками некоторые положения надо соответственно развить и дополнить фактами но в целом вывод такой что совещание было направлено к тому что мы находимся в такой период когда надо держать советскую армию в полной боевой готовности и все кадры должны проникнуться требованиями которые исходят от центрального комитета партии и переданы лично наркомам обороны это совещание завершилось опять практическим таким мероприятием отражающим эти большие требования стратегическо оперативной игрой на западном театре военных действий здесь в этой военной игре участвовали группировки войск с той и с другой стороны как это условно нас называют и синие и красное красная это советская сторона синий это была немецко-фашистская армия военная стратегическая игра прошла очень интересно должен вам сказать что из игры были сделаны соответствующие правильные выводы и товарищ Сталин счел необходимым лично сам провести разбор пригласив в Кремль участников игры в активных ролях и некоторых по-моему начальников штабов западного юго-западного особых военных округов выводы товарища Сталина были очень принципиальными и важными эти выводы послужили для министерства обороны основной директивой которые они должны были принять к руководству и исполнению подготовки всех мероприятий на случай войны с фашистской Германией начальник генерального штаба назначен товарищ Жуков генерал армии это было начало января 1941 года в этот же период были произведены изменения в руководстве фронтами так например на Ленинградский военный округ как будущий фронтовой округ был назначен Попов который к этому времени был на Дальнем Востоке на Прибалтийский военный округ был назначен товарищ Кузнецов на Западный военный округ уже был назначен Павлов на Юго-Западный или Киевский особый военный округ назначен был Кирпонос и на Одесский военный округ был назначен товарищ Черевиченко эти назначения не ограничились только вот этих основных направлений стратегических так сказать вот этих фронтов и нашего брата коснулись я Забайкальского военного округа был назначен командой Северокавказского военного округа на мое место был назначен командующий Забайкальского военного округа генерал Курочки который был в это время командующий 17-й аль причем при личном представлении наркома обороны товарища Тимошенко мне было заявлено что мы вас берем на основное западное направление и вот на Северокавказский военный округ в случае обстановки вы будете на ударном направлении как важнейшее и мы рассчитываем на вас что вы будете представлять ударную группировку войск в случае необходимости нанесения удара вот это было дичь что сказано доверительно впервые это придаем властности вот в кулуарах тогда и наш брат и другие товарищи считали что в этих перемещениях были допущены ошибки мне кажется это действительно так я например считал что и попов и кузнецов недостаточно были подготовлены до этой роли и пособенно Павлов он не имел достаточно командного опыта не имел большой школы подготовки вождения крупных войск не имел такой школы вылочки которые прошли мы и так я переезжаю из щиты в город Ростов становлюсь командующим Северо-Кавказского военного округа это было январь 1941 года начальником штаба округа был генерал-майор Злобин отлично подготовленный оперативный командир отличающийся хорошей оперативной тактической подготовкой заместителем командующего округа был Маркс Семенович Рейкер латыш по национальности членом военного совета шекланов управление округа и штаб округа были вполне сколоченным коллективом и успешно справлялись с возложенными на них задачами сразу же после прибытия вступления в командование округом я ознакомился с войсками провел оперативную военную игру на картах международная обстановка все время накалялась и хотя северо-кавказский военный округ не являлся приграничным округом но я решил изучить территорию округа как театр военных действий и лично объехал все побережье Черного моря в границах округа как говорят искалечил ознакомился с береговыми батареями морского флота путями сообщения связью должен сказать что основной вывод который следовал из всех этих моих поездок что северо-кавказский военный округ как театр военных действий не готовился к войне а война как известно пришла и на эту территорию я особым докладом о состоянии театра военных действий донес народному комиссару обороны товарищу Тимошенко наметил ряд срочных инженерно-строительных работ по созданию инженерных укреплений на наиболее важных оперативных направлениях здесь войска начали строить оборонительные рубежи дивизии округа были скадрированы к концу апреля в начале мая по директиве генерального штаба приступили призыв приписного состава для полного укомплектования дивизий до штатов военного времени в мае я лично был вызван в Москву в генеральный штаб где заместителем начальника генерального штаба товарищем Соколовским Василием Даниловичем подготовили директиву о развертывании из управления Северо-Кавказского военного округа 19-й армии кроме того получил личные указания от наркома обороны товарища Тимошенко под видом учений в середине и концу мая войска и управление армии перебрасывались на Украину в район Белая Церковь смело Черкассы в состав 19-й армии на Украине вошел 21-й стрелковый корпус в составе трех стрелковых дивизий под командованием генерала-майора товарища Честохвалова Отправка эта проходила в совершенно секретном порядке никому не было известно куда войска двигаются и зачем кроме меня как командарма Они выдвигались в эти районы и сосредотачивались в палатках в палатышном лагере Одновременно я по-прежнему являлся и оставался командующий войсками Северо-Кавказского военного округа К концу мая в начале июня моя армия была полностью сосредоточена на Украине Это является ответом тем кто говорит о том что мы не проводили никакой готовности так сказать в случае нападения немцев встретить их во все оружие Вот пример заранее отмобилизования сформирования и отправки на Украину такой армии как 19 а это хорошие так сказать войска казаки прекрасный русский народ чудесный воин сосредоточены были за три недели до начала войны это является показателем того как расценивал обстановку верховное главнокомандование и в том числе наш центральный комитет и лишний товарищ Сталин и когда я был в Москве получал задачу товарища Тимошенко он мне заявил следующее ваша армия сосредоточится вот там то что я уже назвал она должна быть в полной боевой готовности и в случае наступления немцев на юго-западном театре военных действий на Киев твоя армия должна быть в готовности нанести фланговый удар и загнать немцев в Припятские болота за период нахождения на Украине было проведено боевое сколачивание подразделений частей тактические учения батальонов с боевой стрельбой тактические учения полков с привлечением штабов дивизии войска были укомплектованы замечательными кадрами отлично снабжены имели полностью все вооружение и хорошо подготовлены к ведению боевых операций я могу гордиться тем личным составом который пошел на укомплектование войск 19-й армии такие дивизии как 129-я дивизия формирующаяся в Сталинграде под командованием генерала Городнянского я лично прибыл в Черкассе в начале июня в Черкассах размещался штаб 19-й армии 18-й июня лично выехал в штаб Киевского военного округа для того чтобы сориентироваться в обстановке и решить целый ряд вопросов материально-технического обеспечения войск 19-й армии хотя армия не входила в состав Киевского особо военного округа и не предназначалась для действий в составе Юго-Западного фронта общая обстановка сгущалась с каждым днем уже в печати отмечались целый ряд враждебных акций со стороны фашистской Германии небезынтересно вспомнить что в этот период было сообщение ТАСС это сообщение ТАСС основываясь на существующем договоре между Советским Союзом и Германией было рассчитано как внешнеполитическая акция на то чтобы не дать повода немецкому командованию в наших так сказать таких воинственных настроениях и тем более опровергнуть сведения которые муссировались в немецкой прессе о том что на границе Германии сосредотачиваются советские войска это сообщение ТАСС заканчивалось тем что мы считаем что подобного рода информация идет из кругов которые разжигают страсти и взаимоотношения между нашими государствами что касается Советского Союза то мы придерживаемся срока выполнения заключенного договора и никаких мероприятий связанных с подготовкой к войне некоторые писатели буквально особенно в первый период после войны исследуя вопросы начала войны на это сообщение ТАСС обычно всегда ссылается и считают что оно внесло большую дезинформацию деятельность высшего командования и в наши руководящие кадры генералов и офицеров Советской Альмии я лично и штаб 19 Альмии которые к этому времени уже находились на Украине мы понимали совершенно по-другому что это сообщение ТАСС рассчитано для внешнеполитических целей и ни в какой степени не затрагивать тех мероприятий которые проводило советское командование готовясь к отперу агрессии со стороны фашистской Германии тем более когда армия находится в полной боевой готовности уже на Украине ни у одного офицера я бы даже сказал и у рядового солдата не было сомнения в том что война с Германией неизбежна и что это заявление в ТАСС практически в нашей деятельности не касается я останавливаюсь на этом потому что мне кажется и вот когда я был в штабе киевского особо военного округа это за два дня до начала войны я не видел чтобы в штабе киевского военного округа среди руководящих кадров в какой-то степени отражалось это сообщение ТАСС на всех тех мероприятиях которые проводились соответственно по указаниям народного комиссариата обороны я пожалуй смело заявляю но это соответствует действительности и это совершенно четко ясно что и солдаты в этом отношении правильно понимали это сообщение ТАСС и ни у кого не возникало никаких вопросов о том что мы действительно верим что Германия не выступит против нас что мы действительно надеемся что немцы не нарушат договора о дружбе и нападении потому что мы сами практически уже находимся на Украине сами значит уже находимся в полной боевой готовности занимаемся боевой и политической подготовкой и нам ли в этом отношении ориентироваться на всякого рода заявления хотя бы написанные очень в авторитетном органе мне кажется нет необходимости делать какой-то вывод что это акция вмештеполитического порядка и каждый разумный человек так ее и понимал а особенно коммунист и так общая обстановка сгущалась каждым днем прибыв в штаб округа утром я к сожалению не успел попасть ни к командующим войсками округа товарищу Кирпонос не сообщили что он больной ни к члену военного совета товарищу Хрущеву Никите Сергеевичу сказали что он очень занят я пошел к начальнику штаба Пуркаеву тем более я его хорошо знал по московскому военному округу я был командиром дивизии а он был заместителем начальника штаба московского военного округа по МОП вопросам но к сожалению от него я не получил ясной ориентировки по обстановке тогда я пошел к товарищу Вашугину члену военного совета армейскому работнику наша беседа с членом военного совета товарищем Вашугиным носила дружеский характер но узнать от него что-либо новое и обстоятельное по обстановке мне к сожалению так же не удалось однако все вопросы материального порядка как-то дополнительные палатки горючее и другие вопросы были решены им положительно должен сказать что в общем товарищ Вашугин как член военного совета произвел на меня очень хорошее впечатление а потом когда до меня дошли слухи что он в первые дни войны и неудачных боев на юго-западном направлении покончил жизнь самоубийством для меня это было совершенно неожиданным и весьма непонятным и неприятным событием зная его как очень выдержанного и спокойного человека хорошего коммуниста подобный случай был для меня необъясним зашел я к своему приятелю с которым вместе учились в военной академии фрунзе к Всеволоду Яковлеву он был зам командующим войсками округа но тоже чего-нибудь ясного по обстановке к сожалению мне прояснить не удалось да он и сам лично видимо не был ориентирован достаточно обстоятельно в обстановке зашел я к заместитель начальника штаба генерал-майору Антонову он был зам начальник штаба по материально-техническому обеспечению Алексей Иннокентий Антонов это человек очень скромный и неразговорчив и от него что-либо узнать тем более мне совершенно оказалось невозможным вот так проходя по коридорам и холлам прекрасного здания штаба Киевского военного округа теперь в этом здании размещает Центральный комитет Коммунистической партии Украины я в коридоре неожиданно столкнулся с полковником Баграмяном Иваном Христофоровичем он в то время был начальником оперативного отдела штаба Киевского военного округа и спешил с картами на доклад к начальнику штаба товарища Пуркаева я знал товарища Баграмяна с 28 года когда мы с ним вместе командовали полками и как-то в одно лето в Гурзуфе вместе отдыхали подружились и друг другу взаимно доверяли я по-дружески к нему обратился вот приехал в штаб округа чтобы получить ориентировку в обстановке но к сожалению толком ничего конкретного не узнал будь добр пожалуйста по старой дружбе расскажи мне как обстановка на границе и что слышно насчет войны Иван Христофорович мне ответил сейчас я иду на доклад к начальнику штаба а вы идите ко мне в кабинет и мы вызовем начальника разведки и вместе заслушаем его доклад о последних разведданных о противнике через полчаса вернулся с доклада Иван Христофорович вызвал начальника разведывать на дело с картой и тут мы вместе заслушали доклад начальника разведки Киевского военного округа как только разведчик открыл карту юго-западной границы округа сразу же бросилась в глаза большая плотность условных знаков нарисованных синим карандашом синим цветом обычно обозначается противник что по-тогдашнему обозначало большую немецкую группировку сосредотачивающуюся на границе с Советским Союзом разбирая по карте уже детально мне отчетливо открылась группировка немецко-фашистских дивизий корпусов штабов сосредоточения танков авиаций рекогностировка на границе немецких офицеров и генералов ряд нарушений и пролет нашей границы немецкими самолетами здесь не могло быть никакого другого мнения и вывода что это развертывается немецкая группировка для наступления все все было предельно ясно я задал Баграмяну Ивану Христофоровичу и разведчику один вопрос знает ли об этом Москва нарком обороны и генеральный штаб мне Иван Христофорович ответил знают мы ежедневно доносили об этом в Москву и он добавил что видимо завтра или послезавтра военный совет округа и штаб округа выедут на передовой командный пункт в район Тернополя и будут находиться в полной готовности и так я получил теперь полную ориентировку у меня лично как видимый у каждого военного мог быть только один вывод да это война вернувшись в штаб армии в Черкассы я отдал все распоряжения о боевой готовности войск и попросил начальника генерального штаба товарища Жукова Георгия Константиновича слетать в Ростов в штаб округа так как за мной еще очистился округ и я не освобожден от должности командующего войсками Северо-Кавказского военного округа с тем чтобы отдать личные распоряжения о том что я видел и чтобы войска были тоже в боевой готовности это было в субботу на воскресенье с 21 на 22 июня товарищ Жуков разрешил и предупредил меня чтобы я в Ростове никуда не отлучался от провода правительственной связи ВЧ прибыв вечером часов в 20 в Ростов я был у себя на квартире в 2 часа ночи 22 июня раздается звонок ПВЧ товарища Жукова который объявил что положение угрожающее объявите мобилизацию в округе готовность всех средств противовоздушной обороны командующим округа оставьте товарища рейтера своего заместителя самому лично немедленно вылететь в армию и быть полной боевой готовности вместе с членом военного совета товарищем Шаклановым начальником особого отдела Королевым рано утром в 4 часа на самолете Си-47 вылетел в Черкассы в штаб 19 армии по всему маршруту был ливневый дождь и мы шли на бреющем полете при плохой видимости взяли ориентир Днепр и по Днепру шли на Черкассы пролетая через Николаев и далее Запорожье мы знали что немцы бомбили Одессу Николаев и не без риска прошли над проводами высокого напряжения Днепровской грязи прибыв около 5 часов утра в штаб 19 армии оказывается что ни начальник штаба никто в штабе еще не знал что началась война тут же объявил боевую тревогу рассредоточил войска в районе сосредоточения доложил генеральный штаб член командном пункте в Черкассах что войска армии находятся в полной боевой готовности весь первый день войны штаб армии получал информацию из генерального штаба и положение на фронтах день прошел для армии спокойно и противник не бомбил район расположения армии кроме железнодорожного моста через реку Днепр у Черкассы видимо сосредоточение армии не было установлено противником поэтому все шло благополучно на второй или третий день войны нарком обороны товарищ Тимошенко вызвал меня ПВЧ и приказал всей армии форсированным маршем следовать в район города Киев задача занятие обороны по рубеже бывшего киевского ура по реке Тетеров и далее по периметру этого укрепленного района отдав приказ войскам о выходе в район Киева я лично с начальником штаба Крупцовым членом военного совета с первым эшелоном штаба на автомашинах выехал в город Киев по прибытии в Киев не теряя времени я получил ориентировку от товарища Яковлева заместителя командующего округом который остался в это время в Киеве быстро выехал на рекогностировку киевского укрепленного района к моему великому удивлению в Киеве войск никаких не было кроме одного артиллерийского училища под командованием генерала Улкенштейна Сергея Сергеевича Киевский укрепленный район который строился в шаммирное время был в запущенном состоянии все заросло травой и бурьяном бетонированные сооружения как пулеметные так и артиллерийские не имели оружия никакого не было проведено полевого доусиления между бетонированными сооружениями личный состав офицеры и солдаты призывались из запаса комендант Ура приписан офицер уже явился но не имел ни штаба ни средств управления все это объяснялось тем что Киев был глубоким тылом юго-западного театра военных действий и считалось видимо что Киевский Ур не нужен не хочу кого-либо в этом обвинять но получилось так что новые Уры по государстве на границе еще не были готовы а старые были в состоянии полной консервации верно и то что в целом укрепленные районы не сыграли роли в прошедшей войне но главным образом потому что они не были готовы установив такую безотрадную картину с подготовкой Киева и состояние оборонительного рубежа Ура я поехал в центральный комитет коммунистической партии Украины к секретарю цк товарищу Бурмистенко и секретарю цк товарищу Коротченко с тем чтобы информировать их о задаче 19-й армии о состоянии оборонительного рубежа перед Киевом попросил их чтобы они немедленно мобилизовали население для строительства обороны вокруг Киева противовоздушная оборона Киева находилась в полной боеготовности и действовала руководил противовоздушной обороной как раз заместитель командующего товарищ Яковлев мной было принято решение о занятии 19-й армии обороны по рубежу старого Ура и по тем выгодным высотам которые прикрывали подступы Киеву отдан был соответствующий приказ доведен этот приказ до войск и войска уже начали выходить в намеченные для них районы обороны и вот в этот момент когда войска выполняя мой приказ двигались для занятия районов обороны меня вновь вызывает по ВЧ нарком обороны товарищ Тимошенко и спрашивает может ли моя армия бегать бегом и заявляет что создалась очень сложная обстановка на западном направлении на московском направлении армии по тревоге немедленно грузите в эшелоны причем грузите какая часть первой подойдет ближайшим станциям железной дороги грузить и направлять войска армии в район сосредоточения запада от Смоленска Рудня и восточный Витебска разумеется никакого плана перевозки составить было невозможно и все делалось в порядке распорядительном по мере подхода к станциям войск так например были случаи когда подошли к железнодорожным станциям тыл и дивизии а полков еще не было и полки грузили позднее так как некоторые войска уже далеко прошли ту или другую станцию погрузки следуя в район обороны и их возвращение к станциям проходило довольно сложной обстановке и приходилось преодолевать значительные расстояния по-русски это событие называют так все получилось шиворот на выворот с большими трудностями войска армии совершали переброску по железной дороге на западный фронт все железнодорожные узлы и крупные станции такие как Дарница Конотоп Брянск Вязьма Смоленск непрерывно подвергались бомбежке вражеской авиации особо жестокой бомбежке подвергся Брянск потому что здесь крупный узел и в связи с этим сосредоточение войск шло с резким нарушением графика движения неоднократные мои переговоры с министром путей сообщения товарищем Кагановичем об ускорении движения в район сосредоточения не давали должного результата да что мог сделать Каганович когда в воздухе господствовала неприятельская авиация полностью и борьбы с этой авиацией наша авиация почти не вела железные дороги ничем не прикрыты отдельные эшелоны были загнаны даже на Валдай в связи с рассредоточением движения и с разрушением узлов железнодорожных приходилось маршруты менять и изменять и перебрасывать вот видите вместо Смоленск Витебск попали отдельные эшелоны к Валдай но как бы там не было трудно армия шестью дивизиями сосредоточилась в районе Рудня в районе Витебска Смоленска прямо надо считать чудом что штаб 19 армии с полком связи следы в голове железнодорожного движения проскочил первым и не подвергся на всех вот этих узлах авиационным ударом наш эшелон только был атакован авиацией противника при разгрузке на станции Рудня это первый удар но должен сказать что все обошлось было получено пострадали отдельные вагоны личный состав и управление и главным образом средства связи чего я больше всего обеспокоился остались целыми и невредимы я сразу же как только разгрузились на станции Рудня вместе с командующей артиллерией генералом камерой офицерами оперативного отдела выехал штаб западного фронта для встречи с командующим фронтом товарищем Тимошенко по прибытии на командный пункт фронта в район Гнездово датчный район Смоленска весь район леса был покрыт взрывами гарью и дымом все горел сидеть в датчных домиках под непрерывным грохотом взрывов авиабомб дело неприятное однако ни товарищ Тимошенко ни Мехлис член военного совета ни Шапошников ни офицеры штаба не были в укрытиях все находились на КП в помещениях отдельных дач и не обращая особого внимания на бомбежку продолжали свою работу на меня произвело это очень хорошее впечатление особенно поведение товарища Тимошенко я представился маршалу советского союза товарища Тимошенко Семен Константинович и доложил о прибытии штаба армии в район Рудня Тимошенко выслушал меня очень внимательно и ориентировал в обстановке Западного фронта и предложил мне немедленно лично выехать в город Витебск установить там обстановку и доложить о положении в районе Витебска у него к тому времени не было никакой связи и совершенно неизвестна обстановка что происходит в Витебске как только я выехал с командного пункта фронта на ШШЦ Смоленск Витебск со мной следовали две машины я ехал на ЗИС-101 за мной командующий артиллерии генерал камера нас сразу же атаковала пятерка вражеских пикировщиков я мой шофер и адъютант успели выскочить из машины в кувет как вспыхнула и взорвалась моя машина наблюдая что самолеты противника делают второй заход я сделал перебежку и залег в клевере утро было замечательно солнечное раннее видимость изумительная на зеленом фоне мои генеральские шавроны и красные лампасы были отчетливо видны самолеты сделали пике делая новый заход прицелились прямо по мне обстреливая с пулеметов и сбрасывая бомбы прямо надо мной меня обдало осколками земли и оглушило я оказался между двумя воронками от одной два метра от другой три метра легко был ранен получив несколько мелких осколков бедро адъютант лобов был тяжело контужен тут же отправлен был в тыл в госпиталь генерал камера был тяжело контужен но остался в строю вот так началась моя боевая служба на западном фронте я захватил одну полуторку и вместе со своим шофером вернулся в штаб армии город Рудня ориентировал начальника штаба Рубцова в обстановке и группой офицеров выехал в Витебск чтобы разобраться в обстановке и установить связь с генералом Могилевчиком командиром пятого корпуса проехав несколько километров от Рудни по шоссе на Витебск навстречу мне двигался беспорядочный поток людей машины повозки лошади колонны гражданских людей и среди них немало военных все спешили по шоссе в сторону Смоленска выясняю от них обстановку устанавливается что это беженцы Витебска часть из Минска и отдельные грузовики с солдатами отходящими от границы всякое движение наших машин к Витебску совершенно исключалось шоссе было закрыто я я с офицерами штарма навести порядок на шоссе разобраться с отходящими всех военных задерживать организовать подразделения пехоты артиллеристов танкистов и направлять всех обратно к Витебску таким путем мне удалось к вечеру собрать около батальона пехоты две батареи одна из них 85-мм зенитных орудий одна батарея 122-мм пушек армейской артиллерии организовать в форме отряда и направлять на Витебск подходя к Витебску с востока я наблюдаю такую картину в отдельных местах города пожары валит дым к западу от Витебска не обнаруживается никакого движения по всем признакам видно что Витебск не занят немцами пожары возникли при отходе наших войск но к сожалению удержать Витебск не удалось фактически к утру Витебск оказался полностью в руках немцев я находился на восточной окраине на высоте город Витебск и вся прилегающая местность мне прекрасно была видна подходит 220 дивизия я принимаю решение развернуть 220 дивизию включив вот эти подразделения которые мы собраны и я поставил ему задачу взять город Витебск и закрепиться по реке западная двина с тем чтобы преградить таким образом немцам путь движения по Витебскому шоссе на Смоленск это шоссе имеет очень большое оперативное значение в первую очередь приказал развернуть артиллерию одна из батарей буквально развернулась у меня на виду на той высотке на которой я сам находился и наблюдал за характером развертывания дивизии и за всем положением на участке города Витебска командир батареи развернул батарею и решил пристреливаться немецким батареям которые ввели огонь с северо-западной окраины Витебска немцы тотчас же открыли ответный огонь первый снаряд перелет второй снаряд недолет я командиру батареи говорю дорогой друг имейте ввиду направление правильное следующий удар будет по вашему наблюдательному пункту по нас и приказываю ему сейчас же сместитесь либо в сторону вправо-влево измените это положение потому что сейчас вас немец накроет так называемая вилка а сам кубарем метров пятьдесят откатился в ложбинку и продолжаю наблюдать с этой высотки и вот вы представляете себе следующая очередь бегал огнем несколько снарядов прямо по самому наблюдательному пункту по его стереотрубе по телефонам и в том числе по командиру батареи от него ничего не осталось от наблюдателя ничего не осталось от управления остался один телефон и стереотруба я же остался жив и невредим по своему опыту артилериста поскольку расчет полностью имеет связь с батареей я отдаю команду батареи к бою даю соответствующие данные на открытие огня как артилериста мне это нетрудно было рассчитать прицел соответствующее направление угломер все и даю распоряжение огонь открыт по этим самым орудиям так что мне пришлось выполнить роль оказавшись в таком положении командира батареи не только так сказать уже роль командующего армии а роль командира батареи которая возникла в результате того что батарея осталась без управления а дивизия в это время развертывается дивизию надо было поддерживать огнем в последующем быстро все это положение было исправлено прибыл командир дивизиона сменил свой командный пункт организовал управление дивизия перешла в наступление и прогнала немцев из Витебска и перешла к обороне укрепившись для того чтобы задержать дальнейшее наступление немцев на этом направлении в период боя за Витебск слева и справа я слышал канонаду и сильный бой это оказывается воевала мотострелковая дивизия товарища Крейзера а правее воевали части 22 армии генерала Ершакова таким образом образовался уже бой организованной оказано было сопротивлением немцам вот с этого момента я и считаю уже завязалось так называемое смоленское сражение превосходство сил было на стороне врага на следующее утро немец сосредоточил крупные силы пехоты и главным образом танковых дивизий атаковал Витебск вновь дивизия не выдержала натиска наступающих немцев и вынуждена была отойти на высоты на которых находился мой командный пункт но что важно немец уже не мог развивать наступление схода и вдоль шоссе идущее через Оршу на Смоленск и шоссе идущее с Витебска на Смоленск нащупавши ему оказывать сильное сопротивление вот на этом направлении он начал маневрировать и третью танковую группу ГОТа направил в обход Витебска севернее в общем направлении на Сураш-Витебске западнее реки Западная Двина с тем чтобы обойти более глубоко и выйти на меридиан примерно Смоленска советские войска оказывали упорное организованное сопротивление и дрались буквально за каждый рубеж за каждую позицию которая представляла выгодные возможности для задержания немецко-фашистского наступления с боями мы отошли на рубеж Смоленска штаб армии по приказу командующего фронта был отведен в район станции Кордымова уже восточне Смоленска и вот тот период когда от Витебска наши войска отходили под давлением противника и в то же время оказывали ему все время сопротивление я выехал лично для проверки хода действий в район Рудня по договоренности с заместителем командующего западным фронтом генералом Еременко что он тоже выедет в район Рудня на высоты перед Рудней и посмотрит что же там происходит на этом направлении проехал Рудню в Рудне ни наших войск ни немецких никого нет а войска учитывая что местность для ведения боя в самой Рудне невыгодна они отошли несколько подальше на высоты я решил поехать вперед за Рудню справа высота виднеется так в километре полтора от меня рожь неубранная большая между прочим рожай в тот год был очень хороший и во ржи смотрю находится какой-то человек который машет и наблюдает но в стороне от основного шоссе идущего от Витебска на Рудне я предположил что это видимо генерал Еременко и решил поехать к нему на шоссе брошена 45-миллиметровая пушка с несколькими снарядами и сидит один артиллерист ему скомандовал слушай раз драться так надо же Орудий поставить на более выгодную позицию давай вытянем Орудий не на обочину потому что она не имеет того прицельного угла который необходим а поставим ей прямо на шоссе если кто будет двигаться по шоссе прямо будем бить в лоб вытянули это орудие поставили а для поручений подполковник мой когда мы эту операцию проводили он наблюдал в биноке и докладывает товарищ командующий из леса выходят по шоссе немецкие танки видать чепуху ты говоришь откуда ну-ка давай мне бинок смотрю действительно эти кресты и свастика тогда я обеселился за первый номер а этому парню огонь скомандовал из пушки пальнули и прямо по переднему танку ну облако дыма у немцев полное замешательство и немцы начали разворачиваться а у меня стоит машина тогда я командую влево прямо непосредственно через эти кустарники на огороды на окраину деревни рудни с тем чтобы укрыться за домами на первых порах нас прикрывали кустики а когда мы выехали на поле к огородам открылся по нас бешеный огонь и из орудий и из пулеметов машины как назло застряли на огородах команда бросаем шины бегом от одного дома к другому вот когда перебегая от первого второго мы все это удачно и когда перебегали от третьего к четвертому домику начальник политотдела кричит ой я ранен он с адъютантом я посмотрел на него куда ранен в руку чепухаю давай перевяжи жгутом бежи иначе попадешь в плен к немцам я перемахнул через забор человек я был довольно так сказать сильный подвижный добежали до овражка нам нужно подняться на высотку на высотке стоит грузовик наш я прибегаю к этому грузовику бензовоз оказывается смотрю начальник политотдела перебегая через это вражек упал и дальше бежать не может адъютант бежит со мной адъютанта я посылаю немедленно к нему в это время как на счастье по дороге где находится бензовоз мчит откуда-то на полном газу легковая машина мы начальника политотдела загромозили в эту легковую машину и вместе с шофером и адъютантом прямо под огнем на полном газу выскочить на шоссе и везти в штаб-армию а сам на этом бензовозе перевалил эту самую высотку там какую-то еще нашел машину и к вечеру добрался в свой штаб-армии в районе станции Кордыма приезжаю мне докладывают вас считают уже убитым откуда говорит его взяли нам сообщил генерал Еременко он видел как немецкие танки развернулись и как преследовали командарма Конева куда он потом исчез плед простыл вот так и наверняка попал в плен либо убит и когда я появился для них это была полная неожиданность и воскрешение что называется и мертвых своего командарма у Еременко есть книга на западном направлении об этом эпизоде написано что я попал под немецкие танки и вот так маневрируя под огнем неприятеля выбрался от неприятного положения ну и должен вам сказать что основное что обеспечило вот первое физическая выносливость большая второе знание законов организации боя и направления огня и вот этот весь маневр который я совершал скажем в первом случае когда я был на высотке под Витебском во втором случае когда я попал под удар немецких танков я видел направление огня куда у них идут створ и это давало мне возможность маневрировать где нужно значит залечь где нужно укрыться а главное не жалеть сил бежать с поля боя потому что один на поле боя хоть и командарм но когда армия уже отошла мне тут делать разумеется что нечего надо можно скорее добираться до своих добрался и как видите вот здравствует до сих пор приграничные сражения это немеркнущая страница летописи Великой Отечественной войне в это время командуя войсками 19-й армии которая принимала участие в сражении в районе духовщины нам удалось основательно прощупать немцев я бы сказал эта первая наступательная операция нам принесла значительный успех этот успех незамедлительно был подхвачен командованием западного фронта товарищем Тимошенко в приказе номером 02 дроп АП от 17 августа 41 года были отмечены успешные действия наших войск заканчивался приказ обращения военного совета фронта товарищи следуйте примеру 19-й армии смелее и решительнее развивайте наступление в приказе номер 03 дроп АП войскам западного фронта сообщалось о потерях врага войска 19-й армии в этих боях уничтожили 130 танков много орудий и минометов враг потерял тысячи человек убитыми и ранены дни легких побед врага уже миновали немецко-фашистские войска знают это таков был вывод из этого приказа командующего войска я привожу эти выдержки из приказов как подтверждение того что советские войска в июле августе 41 года не только выдержали натиск врага на московском стратегическом направлении но и нанесли ему серьезные ответные удары хотя немецко-фашистской группе армий центр и удалось за эти два месяца продвинуться на восток от Днепра на 170 километров но это было не тот успех на который рассчитывало гитлеровское командование непрерывное нарастание сопротивления советских войск и героическая борьба спутали все карты неприятеля и снизили темпы его наступления до 6-7 километров в сутки вместо планировавшихся 30 километров группа армий центр была вынуждена перейти к обороне и вот вспоминая бои в районе Ярцево когда 19 армия наступала в общем направлении на духовщину я должен сказать что наши войска были способны наносить очень сильные и организованные удары в наступательном бою по немецко-фашистским танковым и механизированным войскам как пример приведу 7-я танковая немецкая дивизия пыталась контратаковать войска 19-я которые продвигались в общем направлении на духовщину так вот в результате этого контрудара 7-я немецкая танковая дивизия понесла на поле боя подбитыми и сожженными до 130 танков мы мы впервые применили против немецко-фашистских наступающих войск такой метод создали противотанковые районы эти противотанковые районы были очень мощными и под командованием опытных командиров один из таких районов состоял он из 122 миллиметровых пушек армейский полк с хорошо подготовленным личным составом пушка армейская 122 миллиметровая это очень сильное орудие с мощным зарядом и очень метко бьет особенно по танкам а второй полк был 85 миллилитровых пушек зенитных с бронебойным снарядом вы знаете этот полк даже кадровый хорошо обученный личный состав и он стрелял буквально каждый выстрел немецкого танка нет я доложил командующий войсками фронта Тимошенко об итогах этого боя Тимошенко поблагодарил меня и заявил что к вам приедет специальная комиссия посмотреть и вот из Москвы приехали представители из артиллерийской академии из генерального штаба из штаба западного фронта и посмотрели поле боя пересчитали и убедились в замечательных результатах действий войск в наступательной операции 19-й армии в августе 1941 года Сталин тоже заинтересовался этой операцией он лично звонил связь ВЧ уже к этому времени была доведена до армии интересовался итогами этого наступления и просил не сумеете ли вы взять духовщину в духовщине находится штаб 9-й немецкой армии я ему ответил товарищ Сталин немец показывает бешеное сопротивление все время подбрасывает свежие силы группировка немцев очень сильная Сталин говорит а вы можете духовщину обстрелять из артиллерии я говорю могу товарищ Сталин как раз духовщина находится в пределах досягаемости моей дальнобойной армейской артиллерии очень будет хорошо если вы обстреляете духовщину и будете ее держать непрерывно под огнем в духовщине находится штаб армии я принял несомненно к исполнению приказ Сталина весь об этих успехах о первом наступлении советской армии потому что до этого советская армия оборонялась а тут советская армия перешла в наступление причем довольно успешно в мою 19 армию прибыли наши уважаемые писатели товарищ Шолохов товарищ Фадеев товарищ Петров и целый ряд других корреспондентов и работников кино это была большая моральная поддержка армии мы понимали что наша творческая интеллигенция другими средствами но активно борется с врагом и морально вдохновляет советских воинов на подвиги во имя победы над немецко-фашистскими захватчиками так что это было большим событием не только для нашей армии но и для всего западного фронта в печати периодической в газетах того времени вы можете найти немало очерков описаний в том числе хороший очерк в огоньке товарища Петрова неудобно мне говорить но факт есть факт в печати писали так коневцы наступают это было и в красной звезде это было и в других газетах этот пример достойный того чтобы фальсификатором истории указывать как мы уже вот в это время умели наступать действовали организованно по всем правилам современной военной науки и современного военного искусства так что все домыслы врагов и всякого рода колеблющихся способностей советской армии сумеет ли она отразить нашествие немецко-фашистских войск и разгромить их были тщетны и напрасны радовались они заранее не зная конечных итогов во что может обернуться их поход на Москву а вы знаете что план Барбаросса требовал от немецко-фашистских войск уничтожения кроме красной армии в приграничных районах стремительного наступления к столице советского государства в Москве Москва это было основное московское стратегическое направление было главным и основным в плане Барбаросса а тут вот такие бои в оборонительном сражении потом при нанесении контрударов мы задержали немецко-фашистские войска на смоленском рубеже на два месяца это имело огромное стратегическое значение в общих планах летней кампании 1941 года и это имело несомненно прямую связь с московским сражением это единые слитные действия советских вооруженных сил по отражению агрессии и наступлении врага на главном стратегическом московском направлении цель была Москва у нас находились даже такие историки смоленское сражение отдельно потом октябрьское сражение отдельно и московское сражение считает только начало ноябрь ноябрьское наступление ну это совсем уже исторически неправоподобно и мне кажется нет никакой надобности никаких оснований подвергать какой-то критике для справки скажу вам что в смоленском сражении сражались вот так героически и столько 19-й армии 16-й армии под командованием генерала Рокоссовского 20-й армии под командованием генерала Курочкина вот эти три армии и задержали на главном стратегическом направлении немецко-фашистские войска на два месяца слава этим армиям их боевым делам и я всегда с большим уважением склоняю голову перед павшими героями участниками смоленского сражения воинами 19-й 16-й и 20-й армии и только в сентябре немецко-фашистское командование решив что его фланги теперь обеспечены приступили к подготовке главного удара на Москву с этой цели противник сосредоточил крупные силы около 8 дивизий из них 14 танковых и 8 моторизованных 170 танков 950 самолетов более 14 тысяч орудий и минометов эта мощная группировка имела двух трехкратное общее чистяное превосходство над противостоящие ими войсками западного резервного и брянского фронтов а направление основных ударов превосходство было 6-8 кратным но простые арифметические подсчеты соотношение сил и средств не дают или не показывают реально сложившейся обстановки дело в том что у противника была высокая подвижность войск то есть все моторизовано механизировано превосходство в танках в авиации в противотанковой и зенитной артиллерии как известно не только в количественном но и в качественном отношении по вооружению мы отставали от немецко-фашистских войск план операции наступления на Москву получил кодовое наименование тайфун ближайшей целью противника было первое наступление севернее Можайского шоссе в общем направлении Холм-Жирковский это одно направление удара и южное направление удара спас Деминск ближайшая цель окружить в районе Вязьмы войска западного фронта и основными ударными группировками танковыми на флангах развертывать наступление в обход Москвы и где-то замкнуть кольцо окружения уже восточной Москвы в районе Рыбинска или Ярославля вот таков был зловещий план гитлеровского командования на совещании в штабе группы армий Центр Гитлер заявил город должен быть окружен так чтобы ни один русский солдат ни один житель будь то мужчина женщина или ребенок не мог его покинуть всякую попытку выхода подавлять силы надо сказать что в конце лета и начале осени 41-го года основной заботой Верховного Главного Командования Советских Вооруженных Сил было сохранение целостности стратегического фронта в то время резервы ставки были очень ограниченными и по мере готовности они сосредотачивались в основном на московском стратегическом направлении как главном из 6 лет на этом направлении были развернуты инженерные оборонительные работы вспоминая те грозные дни а мне 12 сентября довелось командовать войсками западного фронта должен сказать что решение задачи стратегической обороны в той обстановке было делом весьма трудным сложность ей усугублялась еще и тем что на северо-западном и юго-западном направлениях в это время непрерывно продолжались активные боевые действия я сказал что 12 сентября довелось мне командовать войсками западного фронта так вот когда сложилась очень тяжелая обстановка на юго-западном направлении маршал Тимошенко был взят с фронта западного и буквально очень оперативно на самолете переброшен и назначен главнокомандующий юго-западного направления это тот момент когда создалась угроза окружения юго-западного фронта надо было действовать очень оперативно и когда я прибыл в штаб западного фронта расквартированный командный пункт штаба западного фронта в Касне бывшее имение князя Болконского маршала Тимошенко уже там не было я его не захватил поэтому передача фронта проходила и ориентирование в задачах и в обстановке начальником штаба фронта генералом Соколовским Василием Даниловичем планы замыслы командующего фронта а у командующего всегда есть особые соображения я к сожалению так и не сумел от товарища Тимошенко получить и принял всю полноту ответственности за события которые могут развернуться на этом основном главном московском стратегическом направлении после наступательных боев ослаблены войска западного фронта по указанию ставки в период с 10-16 сентября перешли к обороне состав войск западного фронта к этому времени был такой 22-я армия под командованием Юшкевича 29-я армия под командованием Масленникова 30-я армия под командованием товарища Хоменко 19-я армия под командованием товарища Лукина вместо меня был назначен генерал Лукин 16-я армия под командованием генерала Рокоссовского 20-я армия под командованием генерала Ершакова начальник штаба фронта я уже сказал был генерал-лейтенант товарищ Соколовский член военного совета был товарищ Лестев и прибыл он был на северо-западном направлении товарищ Булганин к этому времени уже он тоже вернулся в состав фронта для меня было ясно что ослабленные войска имеющие чистенность недостаточно были полки всего имелось по 120 человек некоторые дивизии имели в своем составе 7-8 орудий недостаток артиллерии мало противотанковых средств даже бутылок КС которые были основным средством противотанковой борьбы и тех к сожалению было мало были такие части где не хватало просто даже стрелкового оружия вот к моменту принятия ноль фронта запасной полк фронта не имел винтовок это не потому что кто-то не предусмотрел а ряд складов которые были на территории округа были разгромлены немцы на территории западного округа поэтому оружие приходилось доставлять из центральных складов которые были не около Москвы а на больших удалениях на один километр фронта у нас было всего 1,6 танков 7 орудий из 4 79 танков всего мы имели 45 единиц современных танков типа Т-34 и КВ а остальные танки были старые Т-26 БТ-7 с бензином двигателем и поэтому когда они действовали на поле боя от любой пули бронебой быстро горели все это обязывало меня как командующего учитывать и войска западного фронта перейдя к обороне напряженно строили главным образом инженерные укрепления зарезали в землю строили траншеи кстати траншеи впервые появились на западном фронте до этого мы выступили на войну с несколько другой организацией инженерных сооружений так называемые ячейки отдельный так сказать окоп для отдельного солдата практика нас научила что это дело неправильное невыгодное что полагаться что каждый солдат каждый воин должен знать свой маневр это нельзя в буквальном смысле толковать особенно когда этот солдат находится в тяжелой обстановке и не видит никакой поддержки а кроме того такой метод этих одиночных ячеек он не дает возможности контролировать действия подчиненных солдат и таким образом роль командира сводится на нет а когда в траншеи он видит поведение солдат он может поддержать он может оказать помощь он может вовремя подать скажем те же гранаты те же патроны организовать подносчиками патрон кроме того по траншеи незаметно всякого рода передвижения а ежели эти траншеи особенно развиты с ходами сообщения в глубину то маневр буквально под землей он чрезвычайно выгоден для организации борьбы с наступающим противником там где участок требует соответствующего усиления можно по траншеи незаметно вести войска усилить огневыми средствами и оказывать необходимые сопротивления так что вот мы пришли к этому выводу опыт траншейной обороны был подхвачен другими фронтами советской армии мы особо обращали внимание на организации системы огня противотанковой артиллерии и вот опыт который нас научил в августовские дни драться с танками немецкими и так результативно мы их выбивали он подсказал нам надо создавать противотанковые районы мы их уже создавали в меру наших возможностей и сил за счет вот широких мероприятий инженерного порядка нам удавалось высвобождать силы для создания вторых эшелонов и резервов дорогие дорогие товарищи в славную боевую летопись нашего государства навечно записаны героические подвиги совершенной советской армии в пору великой отечественной войны одной из ярчайших страниц этой летописи является 1944 год год решающих побед в результате которых враг потерпел жесточайшее поражение и был изгнан из пределов нашего отечества совсем недавно 27 января мы праздновали 25-летие великой победы одержанной в битве за город герой Ленинград в эти дни советский народ отмечает 25-летие разгрома крупной группировки фашистских войск в районе Корсун-Шевченковского на правобережной Украине как известно к началу 1944 года на южном крыле советско-германского фронта наши войска освободили от врага Киев Черкассы Днепропетровск и многие другие города захватили важные оперативные плацдармы на правобережной Украине были созданы благоприятные условия для проведения новых операций войска первого украинского фронта командующий генерал армии Ватутин отразив контрудары противника к середине января вышли в район Сарны на подступы к Шепетовке и Виннице войска 2-го украинского фронта которым мне довелось тогда командовать отбросили противника от Днепра более чем на 100 километров освободили город Кировоград Александрию Знаменка и вышли на рубеж Смела Баландина Новгородка войска 3-го украинского фронта под командованием генерала армии Малиновского продвинулись от Днепра на запад в общей сложности на 50-100 километров в среднем течении Днепра гитлеровцам удалось удержаться лишь в районе Канева где используя благоприятную для обороны местность их Корсун-Шевченковская группировка образовала выступ разъединяющий войска 1-го и 2-го украинских фронтов вражеское командование упорно держалось за этот выступ не теряя надежды восстановить оборону по западному берегу реки Днепра ликвидация Корсун-Шевченковского выступа стала переочередной задачей 1-го и 2-го украинских фронтов развертывающих наступление с целью полного освобождения правобережной Украины 12-го января Ставка и Верховного Главного командования была поставлена задача встречными ударами под основанием Корсун-Шевченковского выступа окружить и уничтожить обороняющуюся в нем группировку врага начало наступления было определено 1-му Украинскому фронту 26-го января 2-му Украинскому фронту 25-го января в соответствии с поставленной задачей командованием и штабами фронтов было осуществлено планирование операции действия войск направлялись к стремительному встречному удару двух танковых армий и соединение их в районе Звенигородка общевойсковые армии наступающие вслед за танковыми взаимодействуя с ними должны были создать внутреннее кольцо окружения поддержка и прикрытие войск воздуха возлагалось на вторую и пятую воздушные армии подготовка операции осуществлялась в ограниченные сроки и проходила в напряженной обстановке непрекращающихся боевых действий особенно на первом украинском фронте одним из важнейших мероприятий по подготовке войск к операции являлась большая партийно-политическая работа широко пропагандировался боевой опыт особенно сталинградской операции боевые традиции и героические подвиги воинов в боях с гитлеровскими захватчиками активная работа была проведена по укреплению партийных организаций подразделений перед наступлением тысячи воинов подали заявление с просьбой принять их в члены коммунистической партии наступление войск 2-го украинского фронта началось атакой передовых батальонов осуществленной после короткого но мощного артиллерийского налета вслед за ними были введены в бой главные силы 4-й гвардейской и 53-й армии прорыв развивался успешно в 14 часов 25 января была введена в бой 5-я гвардейская танковая армия командующий генерал Павел Алексеевич Ротмистров которая к концу дня продвинулась вперед на 18-20 километров в ходе наступления наши войска начали встречать яростные контратаки противника на следующий день 5-я гвардейская танковая армия оторвавшись от стрелковых частей преодолела вторую полосу обороны противника и продолжала наступление на шполу противник почувствов серьезную угрозу для всей своей группировки поспешно начал собирать свои силы для срыва нашего наступления и в частности перебросил танковые дивизии с кировоградского направления на всем участке прорыва развернулись ожесточенные бои 28 января танкисты 2-го Украинского фронта достигли Звенигородки первые вне стремительно ворвались части 20-го стрелкового корпуса 155-й танковой бригады на встрече им с запада прорвались танкисты 1-го Украинского фронта передовые части 6-й танковой армии под командованием генерала Савельева Этим и было положено начало окружение всей Корсун-Шевченковской группировки противника 31 января был создан прочный внутренний фронт окружения всего в кольце наших войск оказалось 10 дивизий и одна бригада около 80 тысяч солдат и офицеров врага до 1 800 орудий и минометов более 250 танков и много другой военной техники противник начал стягивать танковые войска чтобы выручить свои окруженные соединения в период с 1 по 3 февраля неоднократные массированные атаки танков противника из вне кольца окружения в полосе 2-го Украинского фронта были отражены тогда вражеское командование переместило центр тяжести боев в полосу 1-го Украинского фронта где сосредоточило три танковые и несколько пехотных дивизий одновременно и в полосе 2-го Украинского фронта три танковые дивизии гитлеровцев возобновили свои атаки тогда вражеское командование переместило центр тяжести боев в полосу 1-го Украинского фронта где сосредоточило три танковые и несколько пехотных дивизий в полосе 2-го Украинского фронта также три танковые дивизии гитлеровцев возобновили свои атаки одновременно на внутреннем фронте войска 2-го Украинского фронта ввели напряженные бои по рассечению и уничтожению окруженных частей врага гитлеровское командование пыталось организовать снабжение своих войск по воздуху однако наша авиация и зенитная артиллерия почти полностью блокировали окруженную группировку и несмотря на небылоприятную погоду за несколько дней уничтожили около 200 транспортных самолетов врага 8-го февраля советское командование предъявило окруженным войскам противника ультиматум сложить оружие однако гитлеровцы отклонили это гуманное предложение бои возобновились с новой силой на внешнем фронте противник силами 8-ми танковых и 6-ти пехотных дивизий вновь перешел в наступление в то же время и окруженные части врага в свою очередь активизировали свои действия и атаковали в общем направлении на Шандеровку рассчитывая выйти на соединение со своими деблокирующими войсками с отчаянием с отчаянием обреченного враг не считаясь потерями бросал своих солдат в бой ему удалось пробиться на участке 27-й армии в районе Шандеровки расстояние между окруженной группировкой и войсками врага действовавши на внешнем фронте сократилось до 10-12 километров это был самый кризисный день операции командами наших фронтов были приняты неотложные меры для ликвидации угрозы выхода врага из окружения в район Шандеровки были переброшены танковые и стрелковые войска 5-й кавалерийский корпус донских казаков артиллерия инженерной части большую роль в частности в ликвидации угрозы выхода врага из окружения сыграл своевременный ввод в горловину коридора в район Лисянки частей 5-й гвардейской танковой армии и 5-го гвардейского кавалерийского корпуса для обеспечения стыка с войсками 1-го украинского фронта 12-го февраля Ставка Верховного Главного Командования возложила на меня руководство всеми войсками действующей против окруженной группировки противника были приняты все меры к скорейшему разгрому врага в образовавшемся котле ввод крупных танковых сил в коридор прорыва в районе Лисянки предопределил активный разгром окруженных соединений противника Продолжая напряженные бои войска 2-го украинского фронта к исходу 16 февраля сжали кольцо окружения до предела Данные разведки свидетельствовали о том что в ночь на 17 февраля гитлеровцы сделают попытку вырваться из окружения все войска принимавшие участие в разгроме окруженной группировки противника были предупреждены об этом бдительность была наивысшая командование всех степеней офицеры штабов командиры частей подразделений орудийные и танковые расчеты все на своих местах экипажи в танках в 3 часа ночи воспользовавшись сильным снегопадом в югой гитлеровцы густыми колоннами двинулись из района Шандеровки и Хилки на наши позиции натиск врага приняли на себя части 27-й и 4-й гвардейский Хальм тотчас же мной была дана команда 18-м и 29-м танковым корпусам и 5-му гвардейскому кавалерийскому корпусу действуя навстречу друг другу пленить или уничтожать противника к утру 17-го февраля со всей группировкой врага было покончено вот что рассказывали о последних часах пленные из танковой дивизии СС Викинг мы были в отчаянии в ночь на 17-го февраля солдатам выдали по усиленной порции водки и разрешили съесть неприкосновенный запас продуктов в 2 часа ночи был объявлен приказ в котором говорилось что на помощь извне больше нечего рассчитывать на рассвете была предпринята последняя и самая отчаянная попытка вырваться из кольца в нашей колонне впереди шла дивизия СС Викинг за ней мотобригада Волония замыкали колонну штабы и остатки 72-й и 112-й пехотной дивизии пушки автомашины все военное имущество и даже личные вещи было приказано бросить Едва мы прошли 300 метров как на нас напали русские танки За танками появились казаки Вся колонна была разгромлена и пленена Так закончилось полным разгромом окруженной группировки врага Корсун Шевченковская операция Враг потерял 55 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными и более 18 тысяч пленными а также большое количество боевой техники и вооружения К этому следует добавить что потери противника не полностью отражены в этих данных Так при попытке прорвать кольцо окружения извне немцы потеряли 20 тысяч солдат и офицеров только убитыми и большое количество технических средств борьбы В частности 329 самолетов более 600 танков свыше 500 орудий Столица нашей родины Москва салютовала в честь нашей блестящей победы советских вооруженных сил Многие части и соединения получили почетное наименование Корсунских Тысячи отличившихся советских воинов за отвагу и героизм в боях были награждены орденами и медалями Десятки наиболее отличившихся воинов были удостоены звания Героя Советского Союза Нынче в дни 25-летия этой победы Хочется еще раз отметить бессмертные подвиги воинов всех видов оружия и особо выделить действия наших славных танковых войск ведущей силы в операции по окружению и разгрому Корсун-Шевченковской группировки врага Героически действовали все наши воины пехотинцы артиллеристы летчики саперы и связисты действия в условиях непогоды и распутицы в сложной и высокоманевренной обстановке отдавая все свои духовные и физические силы преодолевая невзгоды и решения они с честью выполнили задачи и вновь показали всему миру на что способны советские солдаты преданные сыны отчизны вместе с воинами регулярных войск героически сражались в тылу врага наши партизаны так в центре кольца окружения отважно дрался с гитлеровцами партизанский отряд имени Тараса Шевченко неоценимую помощь оказывала нашим войскам местное население мужчины освобожденных районов добровольно вступали в ряды регулярных частей ведущих боевые действия с врагом так например только в одном селе Квитки большая группа мужчин влилась в состав 180-й стрелковой дивизии и здесь же на окраине своего села вступила в бой с контратакующим противником женщины старики и подростки рыли окопы подносили патроны и снаряды за все это спасибо патриотам гражданам Украины в корсуншевщенковской операции советское военное искусство снова одержало верх над вражеским военным искусством советская армия показала свое моральное и материальное превосходство над армией противника еще раз подтвердила что нашим отважным воинам по плечу любые задачи в том числе и такие как окружение противника неувядаемой славой покрыли себя воины которые так блестяще выполнили задачи поставленные перед ними в этой операции с той поры полного разгрома корсуншевщенковской группировки фашистских войск прошло 25 лет за это время наша страна под водительством коммунистической партии далеко шагнула вперед советский народ мирно трудится претворяя в жизнь величественную программу построения коммунизма на защите мирного труда советского народа зорко стоят советские вооруженные силы оснащенные самой современной и мощной военной техникой всегда готовые дать всесокрушающий отпор любому агрессору мы внимательно следили за всем что происходит у противника ряд данных из допроса пленных наблюдение авиации радиоперехваты и целый ряд других разведывательных данных свидетельствовали о том что противник сосредотачивает в районе духовщина Смоленск сюда восточнее Смоленска в районе Ельня крупные силы танковых и механизированных войск мы об этом докладывали в ставку верховных главнокомандований на сей счет имеется ряд документов нет необходимости их приводить они все известны так вот в соответствии с этими сообщениями ставка 27 сентября дает нам указание об усилении обороны переход к жесткой обороне все и с этим нами принимались еще более экстренные меры для создания глубоко эшелонированной обороны создание Вяземского Можайского оборонительных рубежей то есть развитие соответственно обороны уже в глубину большую роль в этом сыграли дивизии московского народного ополчения оборонительные работы шли настолько интенсивно что проезжая можно было наблюдать еденной ножки причем женщины подростки все трудились и работали над созданием этих оборонительных рубежей знали ли мы о подготовке наступления да знали мы не только знали где создаются группировки состав этих группировок но нам удалось определить и направление ударов дело в том что 26 или 27 точно сейчас не помню мы сбили немецкого летчика фельфебеля русского происхождения этот фельфебель нам совершенно точно указал с некоторым даже преувеличением о том что на московском направлении сострадач это стадия визии что в первых числах октября немецко-фашистские войска переведут наступление что там будет более тысячи танков что там будет большое количество самолетов что приедет руководитель Кейтель и Геринг и так далее и так далее в общем этот документ есть он имеется и у меня могли ли мы зная изменить нашу группировку войск таким образом чтобы предотвратить вот так сказать опасность и возможность окружения к сожалению не могли потому что перегруппировывать войска было совершенно невозможно оборона и так 33 дивизии на 300 километровом фронте это вы знаете ли дивизии очень слабенькие это значит вообще ничего не оставить на переднем крае и любая даже недостаточно сильная группировка может в любом месте преодолеть эту оборону усиливали мы в связи с этим основные направления где ожидали удара да усиливали и вот например северное направление которое шло Канютино Холм Жирковский все пять танковых бригад две дивизии резервные были сосредоточены в лесу южнее Вадина был создан мой вспомогательный командный пункт и уже в ночь на первое число полностью войска заняли вот район из Дежкова лес у Вадина а мой заместитель товарищ Болдин выехал на командный пункт южная окраина Вадина мы рассчитывали на стойкость войск мы рассчитывали на глубину за нами находился резервный фронт под командованием Буденова и вот тут несомненно надо признать был наш просчет к сожалению действия мои как командующего западного фронта находящегося в первом эшелоне и Буденова находящегося во втором эшелоне его войска были размещены на меридиане так Осташково Ржев Сычевка Вязьма и туда южнее Вязьма то есть они как бы образовывали второй эшелон к сожалению координации между нами генеральным штабом никакой не проводилось даже генеральный штаб не осведомил о точном расположении войск резервного фронта мы только по своим данным и наблюдениям моего штаба устанавливали где идут позиции резервного фронта командование не объедено хотя это было бы вполне разумно и необходимо и как результат самая основная армия 49 которая находилась на Вяземском оборонительном рубеже за сутки когда немцам удалось замкнуть кольцо окружения несколько забегают вперед но это ничего за сутки была снята и распоряжением ставки элиты генерального штаба была переброшена на юг в связи со осложнением на юго-западном направлении кроме того этот резервный фронт две армии имел смежно расположенные с западным фронтом так что он и сзади меня и на линии со мной в районе Спас-Геменска две армии занимали оборону причем армии тоже самые слабенькие с народного ополчения плохо вооружены артиллерией и очень плохо организована была оборона и немец видимо разведка нащупали вот это слабое место и второй удар был организован вот до Спас-Геменска направлении как раз по войскам резервного фронта по 43-й и 24-й армии резервного фронта вот теперь уже задним числом обдумывая и размышляя над событиями 41-го года нужно было сделать это до начала московского сражения и надо иметь было одного командующего и все войска которые находились здесь на этом направлении подчинить одному командующему тогда бы можно было маневрировать резервами можно было маневрировать так сказать силами и предотвратить возможно то что произошло правда хотя наши войска и окружили в районе Вязем но выводы трагически из этого делать ни в коейной степени мы не можем потому что войска героически воролись я потом об этом расскажу генеральное наступление немецко-фашистских войск на Москву началось 30 сентября ударом их танковой группы по левому крылу Брянского фронта а на рассвете 2 октября противник после сильной артиллерийской и авиационной подготовки нанеся мощные удары авиационные по тылу нашего фронта и в том числе по командному пункту фронта в районе Касня начал наступление против войск западного и резервного фронтов здесь наступали главные силы группы армий центр развернулись ожесточенные Вяземское и Брянское оборонительные сражения советские войска мужественно встретили удары гитлеровцев но силы были далеко не равны так например против 4 стрелковых дивизий 30-й армии противник ввел в сражение 12 дивизий из них 3 танковых и одну моторизованную в общей сложности более 400 танков а поменка имел у меня всего одну танковую бригаду и то с танками Т-26 штук штат около 20 чистяное превосходство противника здесь составляло в людях 3-4 раза в танках в несколько раз не поддающихся в учету в орудиях и минометах в три раза в авиации враг имел полное превосходство ценой огромных потерь противник удалось прорвать наш фронт второй удар противник нанес на спас деменском направлении против левого крыла резервного фронта войска 4-й танковой группы и 4-й армии немцев тесняк к северу и востоку соединения 43-й и 24-й армии резервного фронта вышли на линию Масальск спас Деменск Ельня наступая в направлении Вязьмы в тыл войскам западного фронта с юга в этой обстановке командование фронта приняло решение об отводе войск на Гжатский оборонительный рубеж который потом было утверждено ставкой в то же время чтобы оказать сопротивление врагу и провести этот отход более организованно был нанесен контрудар войсками группы резервов под командованием моего заместителя товарища Болдина что задержало врага на этом северном направлении на 5 суток это очень показательно люди дрались как говорят до последнего солдат до последнего патрона ценой собственной жизни преграждали путь врагу всем чтобы не допустить его окружения 7 октября 41 года танками моторизованные корпуса противника подошли к Вязьме 56 с направления Холм-Жирковский а 46 и 40 с направления Спас-Геминск противник замкнул кольцо окружения в районе Вязьма хотя войска отступали в основном организованно без паники в этой сложной обстановке выполнить маневр отхода оказались крайне затруднительно поскольку артиллерии все обозы западного фронта имели только конную тягу отходить в высоком темпе мы были не в силах не говоря уже о том что это было просто неправильно на плечах поспешно отходящих войск враг легко мог ворваться в Москву вот это самое важное о чем всегда нужно помнить в московском сражении при восходстве подвижность была явно на стороне врага и быстро продвигающиеся гитлеровские корпуса отрезали пути нашим частям вследствие этого к 7 октября оказались в окружении дивизий 19 и 20 армии западного фронта войска 32 армии резервного фронта 19 армии под командованием Лукина 20 армии под командованием Яршакова и 32 армии под командованием Вишневского В эти тревожные дни сложной обстановки на московском стратегическом направлении Центральный комитет партии Государственный комитет обороны и Ставка Верховного Главного Командования немедля приняли ряд мер направленных на восстановление нарушенного стратегического фронта и усиление обороны В это время по указанию Ставки готовился Мужайский рубеж На Мужайском рубеже были выдвинуты все, что имелось под рукой у Ставки в резерве Пехотное и Артиллерийское училище отдельные артиллерийские части даже до орудий шевоевавших Японскую войну орудий Молая Пушка 1902 года 10 октября 1941 года прибыли в Красновидово на новый командный пункт Западного фронта Вячеслав Михайлович Молотов Климент Ефремович Ворошилов Александр Михайлович Василевский для ознакомления с обстановкой и изыскании резервов для Ставки Они изучив обстановку приняли предложение Военно-совета Западного фронта сводившиеся к тому что прежде всего необходимо немедленно объединить Западные резервные фронты в один Западный фронт чтобы устранить через полосицу и вот этот разнобой и безответственность и иметь единое командование на московском стратегическом направлении Командующим фронтом мы рекомендовали генерала армии Георгия Константиновича Жукова Это предложение было немедленно одобрено Ставкой и тотчас же последовал приказ об объединении фронтов Военный совет фронта обсудив создавшееся положение решили что мне следует отправиться на Калининское направление и объединить руководство боевыми действиями 22 29 30 и 31 армии Западного фронта Дело в том что когда произошло окружение главная ударная группировка немцев левая Калишня если так можно выразиться состоящая из третьей группы танковой группы Гота а потом замененной Ренгардом и 9-й армии Штрауса преодолев сопротивление наших войск на рубеже Сычевка Жев устремилась на Калинин это имелось ввиду глубокий обход Москвы с северо-запада в районе Калинин наших войск к сожалению не имелось даже не было и частей ПО прикрывающей Калинин в результате вражеской бомбежа когда я прибыл город горел в разных местах были пожары обстановка чрезвычайно тяжелая в этой обстановке ставка верховного главного командования принимает ряд срочных мер во-первых две дивизии с правого крыла западного фронта приказано было задержать в районе Калинина во-вторых командование северо-западным фронтом командующий в то время был генерал-лейтенант товарищ Курочкин было приказано срочно перебросить в район Калинина две стрелковые две кавалерийские дивизии восьмую танковую бригаду под командованием полковника Павла Алексеевича Ротмистрова кроме того моим распоряжением когда я прибыл в Калинин направлялись войска 29-й армии Мастенникова мной направлены были остатки 30-й армии которая подверглась наибольшему удару эти остатки через Волоколамские леса отходили тоже сюда к Калинину 256-я стрелковая дивизия под командованием генерала Горячего которая была в составе 22-й армии и готовилась к переброске тоже на Можайский рубеж подготовлен для ней был автотранспорт я воспользовался этим случаем и приказал немедленно перебросить в район Калинина главным образом не допустить развития удара немцев восточный Калинин чтобы они переправились в Калинине через Волгу и пошли на Бежицк это был бы открытый путь на Ярославль и отсюда свободный обход Москвы что интересно что бригада танковая 8-я под командованием Ротмистр выйдена с северо-западного фронта она первая поскольку это подвижное соединение и двигался он из Вышнего Волочка примерно 200 с лишним километром на одном как говорят дыхании и он первым прибыл в Калинин в тот момент когда немцы входили в Калинин и он с севера ворвался в Калинин произошел встречный бой он удержался у горбатого моста в Калинине занял оборону и немцев не пустил по Ленинградскому шоссе правда то что я перечислил все эти войска приходили в разное время штаба у меня не было у меня всего было два офицера и два шифровальщика положение мое было крайне сложно я избрал своим местом деревню Змеево прямо на восточном берегу Калинина куда должна была прибыть 256 дивизия памяти навсегда остались все тяжелые дни коротко я хочу рассказать о них 14 октября в районе Калинина развернулось ужесточенное сражение враг имел явное превосходство в силах и средствах он собрал сосредоточил до 15 пехотных дивизий 4 танковых дивизий 2 моторизованных дивизий и одну учебно-танковую бригаду таким образом врагу удалось 14 числа овладеть Калинина 16 числа противник предпринял наступление вдоль Ленинградского шоссе в направлении Медное Торжок в тыл северо-западному фронту с тем чтобы обойти так сказать северо-западный фронт либо создать второе кольцо вокруг Ленинграда либо повернуть свои войска в этот свободный проход на Ярославле этот прорыв совершила группа ГОТЭ в составе 36-й дивизии и часть 14-й танковых дивизий положение было чрезвычайно тревожное очень оперативно мне удалось все это сорганизовать первое я приказал 133-я стрелковая дивизия сибирская под командованием Швецова как сейчас помню Василий Иванович Швецов очень такой исправный командир дивизии хороший офицер сибиряк я ему приказал нанести удар под основанием прорвавшегося противника прямо бить на горбатый мост по этому ленинградскому шоссе второе Ротмистрову и там такая-то часть сил от северо-западного фронта из этих двух выделенных дивизий приказал преградить путь на торжок занять оборону поставить главным образом артиллерию с тем, что противник свободно не развивал туда удара по ленинградскому шоссе третье приказываю Масленникову двумя дивизиями нанести удар под основанием этой группировки которая выдвинулась по шоссе на север командарму 30 своими остатками и особенно 21-й танковой бригадой для Савов нанести удар с южной окраины и главным образом нанести панику в самом Калинине и вы знаете что к исходу дня мы эту группировку не только остановили а полностью разгромили загнав ее остатки в леса что северо-восточнее Калинина какой вывод вывод заключается в том что на московском направлении центральном направлении немецко-фашистские войска продолжают наступать здесь же у Калинина немецко-фашистские войска удалось задержать и больше того перейти на наступление и частью разгромить вот в северне Калинина это вы знаете имело такое значение что немец после этого в районе Калинина на север не делал никакой вылазки никакой попытки не делал попытку переправиться через Волгу по Бежецкому шоссе в направлении Бежецка но и здесь он тоже остановился таким образом Калинин был занят только западная часть вся восточная часть Калинина и северо-восточная часть Калинина по реке Волга находилась все время в наших руках вот когда создалась такая обстановка под Калининым ставка верховного главнокомандования решила создать Калининский фронт и я 17 октября назначаюсь командующим войсками Калининского фронта это пожалуй единственный случай в истории когда формирование фронта началось с единственной реальной личности командующего фронта обычно фронты управление фронтов формируется так сказать штаб управление связь обслуживший персонал и так дальше а тут я с двумя офицерами два шифровальщика создание этого фронта дало возможность объединить все войска действовавшие на Калининском направлении перегруппировать их и использовать так чтобы решить главную задачу ликвидировать все попытки врага обойти Москву с северо-запада и разгромить его группировку в районе Калинина в результате беспримерной стойкости войск действующих на московском направлении и особенно войск находящихся в окружении благодаря их упорству и стойкости почти на две недели были скованы 28 дивизий противника вот это кольцо Вяземского окружения сковало 28 дивизий противника и главный в ходе напряженных боев в районе Калинина и Брянска на Можайском рубеже обороны на Волоколамском Кумценска под Тулой удалось нанести врагу большие потери в живой силе военной техники и сорвать первоначальные сроки операции я думаю что мы можем смело утверждать что вот именно уже в этот период операция Тайфун планы этой операции Тайфун были сорваны противник вынужден был приостановить наступление на главном московском стратегическом направлении мне хотелось бы привести выдержку из письма о том как вели себя воины находящиеся в Вяземском окружении о них очень мало написано очень мало сказано вот мне пишет один солдат воин 166 дивизии 2 октября немцы ничего не смогли сделать на нашем участке в ночь на 3 октября мы отошли на заранее подготовленную позицию на реке Воп и держались там до 5 октября несмотря на самые жесточенные атаки полки держались стойко не могли немцы прорваться и здесь они изменили направление и прорвались севернее Боголюбова только тогда командарм Лукин 19-й отдал приказ 166 дивизии отойти до Федина Лукин говорил что этот приказ был вынужден правый фланг нашей дивизии оказался оголенным в результате отхода частей 30-й армии мы оказались под угрозой полного окружения затем 6 октября мы получили приказ совершить марш по направлению к Сычевке 166-я дивизия выводилась на Можайскую линию обороны но за нами неотступно следовали мягчастии врага и его танковой дивизии в районе старое село дивизия вынуждена была дать бой это задержало наш отход а 7 октября враг занял Вязьму к Сычевке мы не успели пройти потому что на берегу реки Вазуза у деревни Высокая противник занял оборону и прорваться там было бессмысленно очень высокие берега где засел враг и вся местность по правому берегу реки далеко просматривается и простреливается тогда Лукин отдал приказ дивизии следовать в Богородицкое где были сосредоточены для прорыва части 19-й армии 12 октября порвался боями заслон врага на шоссе Вязьма Холм-Жирковский сей день Богородицкого дивизии соединились с другими частями 19-й армии ну а что было 13 октября говорить нечего вам вероятно известно мы считаем это трагедией но у командарма Лукина другого выхода не было как прорываться в этом районе так как здесь были сосредоточены все части 19-й армии после прорыва по существу ничего не осталось от дивизии а прорвались прорвались несмотря на то что врагом для укрепления обороны были в землю врыты танки это и видел сам много легло нас но и врагов накрошили тоже немало вот после этого боя наша дивизия перестала существовать а до этого мы представляли грозную силу что пишут немцы по этому поводу командир 7-й дивизии вот на путях отхода 19-й армии как раз на рубеже Сычевка задерживал выход из окружения наших войск он пишет что напор русских настолько был силен что я ввожу последние силы своих гранадеров и если русские что поднажмут мне нечем будет защищаться мы знаем из воспоминаний Лукина я знаю это лично сам видел всю эту картину и знаю все подробности этого сражения это воины которые своей жизнью защищали подступы к Москве и что они сковали 28 дивизий вот где решение о том что немец не двинул прямо на Москву это героическая страница в действиях войск генерала Лукина который объединил всю эту окруженную группировку вот в Вяземском котле и о ней еще нужно и должно сказать слово и в историческом плане и в художественной литературе воздать должное и генералу Лукину он дарался до последнего но будучи в бессознательном состоянии раненый в руку и ногу потом ему ампутировали руку и ногу его взяли в плен в плену он не поддался никаким соблазнительным предложениям немцев и как патриот коммунист держал себя честно и достойно воина советской армии железная стойкость воинов защитников нашей родины огромная организаторская работа коммунистической партии и центрального комитета широкая помощь партийных организаций Москвы Тулы Калинина всего советского народа помогли сорвать опасный гитлеровский план молниеносного разгрома советских войск в районе Вязьмы Брянска и дальнейшего марша гитлеровцев на Москву в этой тяжелой обстановке советский народ отмечал 24-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции в Москве состоялось торжество заседания Московского совета с 7 ноября на Красной площади состоялся традиционный парад войск московского гарнизона к участникам парада с краткой речью обратился Иосиф Исарионович Сталин обращение партии правительства вызвали огромный патриотический подъем защитников Москвы и вселила в них уверенность в неизбежном разгроме врага ни шагу назад стоять насмерть отстоять Москву и разгромить врага после оперативной паузы гитлеровцы произведя перегруппировку войск и обеспечив превосходство в людях и технике в середине ноября возобновили наступление на столицу с 15 ноября враг провел мощный артиллерийский авиационную подготовку и перешел в наступление на всем фронте 30-й армии Калининского фронта утром 16 ноября он нанес сильный удар по 16-й армии 18 ноября развернулись ожесточенные сражения на Тульском направлении 17 ноября 30-я армия была передана в состав Западного фронта и командующей этой армией назначен был генерал Илюшенко Дмитрий Данилович в ходе наступления противнику на отдельных направлениях удалось потеснить наши войска Это были тяжелые для нас дни московского сражения Главные силы двух танковых групп противника нанесли удар по Яхраме и Красной Поляне и оказались всего лишь в 30-ти километрах от Москвы Но дальше враг не продвинулся Более того последующий контрударами наши войска вынудили его перейти к обороне и в этом районе В это время на Калининском фронте не прекращались напряженные бои на направлении Торжка и южнее Калинина Активные действия фронта переход в наступление не позволили врагу перебросить ни одной ни одной повторяю своей дивизии под Москву Ожесточенные бои шли под Тулой Здесь танковые соединения генерала Гугдириана обошли город с юга и с юго-востока и двинулись на Каширу Но кончились те времена когда германская непобедимая в кавычках армия могла быстро двигаться вперед Теперь уже на маневр противника наши войска отвечали контрманевром на удар контрударом Таким образом было сорвано наступление врага и на Каширу Именно внезапным контрударом танковая дивизия Гетмана кавалерийский корпус Белова советские войска отбросили на исходные позиции соединения второй танковой армии противника когда они пытались обойти Тулу северо-востока Назрел кризис немецко-фашистского наступления на Москву Наступление фашистских полщищ на советскую столицу было остановлено немецкое командование видя все возрастающую активность и сопротивление советских войск под Москвой Ростовом и Тихвином 8 декабря предписало своим войскам повсеместно перейти к обороне наступление на Москву писал Гудериан провалилось мы потерпели серьезное поражение и можно добавить к этому это означало провал плана Барбаруса срыв гитлеровское наступление на Москву показал огромную мощь советского народа и армии сумевших в труднейших условиях найти силы способность сначала остановить врага обескровить его а затем нанести ему крупное поражение такой исход гигантских сражений под Москвой укрепил нашу уверенность в победе над врагом в первых числах декабря к моменту начала контрнаступления Красная армия на московском направлении еще не располагала чистенным передоходством противника но близость врага к столице настоятельно требовала устранения этой опасности а кризис наступления вражеских войск создавал предпосылки для успешного осуществления контрнаступления на главном московском стратегическом направлении решение о переходе в контрнаступление с целью разгрома немецко-фашистской группы армий цент ставкой и фронтами было принято своевременно верховное главное командование решило привлечь войска трех фронтов калининского западного под командованием товарища жукова и правого крыла юго-западного фронта под командованием товарища тимошенко главные усилия предполагалось сосредоточить в полосе западного фронта которому ставилась задача разгромить в первую очередь ударные танки и группы врага нацелены на Москву с целью обеспечения внезапности контрнаступления оно должно было начаться без оперативной паузы вот выбор момента перехода в контрнаступление это величайшее искусство нашего советского командования и ставки верховного главного командования наступление под Москвой было первой совместной наступательной операцией трех фронтов охватившей своим действием все центральное стратегическое направление а это направление включает в себя размах или ширину в пределах 1800 километров по фронту когда говорят о Коламском Можайском Малоярославском Тульском направлении это только направление а нужно брать события которые развернулись на московском стратегическом направлении это начиная от озера Селигер и до Орла включительно вот тогда это будет правильно понято размах этой битвы которая развернулась на подмосковных полях осень 1941 года планирование все подготовительные мероприятия осуществляли в процессе отражения наступления противника в короткие сроки что является типичным для конфнаступления проводимого без оперативной паузы подготовка к переходу в конфнаступление проходила очень оперативно и я бы сказал весьма организован в соответствии с замыслом ставки командующие фронтами приняли соответствующее решение Жуков решил главный удар нанести на Клинском и Истинском направлении разбить основную группировку противника на правом крыле фронта а ударом на узловую Богородицк во фланг и тыл группировки Гудериана разбить противника на левом крыле фронта на правом крыле удар в общем направлении на Клин наносили войска 30-й армии 1-й ударной армии 20-й и 16-й армии можно сказать что западный фронт был усилен 1-й ударной армии 20-й армии а на левом крыле была дана 10-я армия остальные части были в первом составе ведь что важно в этом переходе в контрнаступление что мы и перейдя в наступление не имели превосходства над противником разумеется переход в контрнаступление имеет целый ряд специфических особенностей мы учитывали обстановку что у противника определенно установлено не имеется больше резервов он все силы втянул в бой измотанность его войск отсутствие заранее подготовленной обороны все это давало нам основания рассчитывать на успех несколько иное положение было по всей Калининского фронта прежде всего 9-я немецкая армия превосходила войска фронта по количеству личного состава в полтора раза в орудиях в два раза с лишним танков мы имели всего два танковых батальон на Калининском фронте и те опоздали с приходом к началу наступления ну как об этом не скажешь в результате активных боевых действий наших войск в октябре-ноябре 9-я немецкая армия развернулась мы ей заставили она не сама развернулась а заставили развернуться фронтом на северо-восток что создало довольно прочную оборону и в то же время выгодное оперативное положение для нас положение Калининского фронта по отношению противника было нависающее поэтому переход в контнаступление наших войск был оперативно выгодным мы знали что 9-я армия была развернута на широком фронте в одну линию все войска втянуты в сражение и уже начали выдыхаться момент перехода в контнаступление был подходящим я принял основное решение обороняться на Сележаровском Торжоцком направлении а основной удар нанести южнее и северо-западнее Калинина задача удара и направление было над Тургиново с тем чтобы содействовать правому крылу западного фронта поскорее разгромить вот эту главную ударную группировку третьей и четвертой танковых групп противника наступающих в район Клин и Яхрома и в последующем мы имели ввиду развить наступление на Ржев во взаимодействии с правым крылом западного фронта и освободить город Калинин что являлось для нас особо важным объектом главный удар на Калининском фронте наносила 31-я армия генерала Южкевича дружнее Калинина в общем направлении на Тургинова а Масленников наступал с северо-западнее Калинина в обход Калинина выходя на пути немецкой группировки идущей на Сталицу таким образом решалась задача и первая разгром группировки противника Южнее Калинина и решался вопрос об освобождении Калинина борьба была довольно упорной и трудной не столько холода и снег сковывали наши действия но и сама река Волга через которую пришлось переправляться нашим войскам все-таки такие тяжелые грузы тяжелые артиллерии танки пришлось строить специальные переправы кроме того на этом главном направлении ставка нас усилила одной сибирской дивизии подошедшей 365-й вовремя 16 декабря был освобожден город Калинин город носящий имя нашего всесоюзного староста Михаила Ивановича Калинина победа советской армии под Москвой имела крупное международное значение во-первых она охладила воинственный пыл правящих кругов империалистической Японии и Турции готовившихся вступить в войну на стороне фашистской Германии они выжидали момента что произойдет под Москвой и вот произошло то чего они конечно не ожидали во-вторых эта победа оказала решающее влияние на активизацию национальной освободительной борьбы в странах оккупированных фашистской Германии в лице Советского Союза человечество увидело единственную силу способную спасти мир от фашистского рабочения в-третьих она сильно подорвала престиж гитлеровской Германии не только в глазах мирового общественного мнения но что особенно было важно в глазах сателлитов Гитлера она обострила противоречия внутри фашистского блока четвертых потеря врагом стратегической инициативы в результате поражения под Москвой создавала благоприятные условия для активизации военных действий вооруженных сил антигитлеровской коалиции против Германии на Западе однако мы только можем сожалеть правительство Великобритании равно как и Соединенных Штатов Америки по-прежнему оттягивало открытие активных действий на Западе объясняет они готовностью войск ограниченностью сил и средств и всякого рода другими причинами разгром немецко-фашистских войск на полях Подмосковья имел огромное политическое и экономическое значение для нашей страны обстановка резко изменилась изменившиеся условия позволяли Государственному комитету обороны и Верховному командовне Советской Армии в сравнительно более спокойной обстановке проводить мероприятия по ускорению производства военной продукции и подготовке стратегических резервов неоценимо большое значение имела наша победа в подъеме морального духа народа и армии тревожные сводки софт-информ бюро сменились вдохновляющими перспективными воин испытавший тяжелые оборонительные бои погнал теперь врага на запад и не просто я бы сказал погнал а громил брал в плен уничтожал вражескую боевую технику словом действовал так как подобает настоящему советскому солдату смело и мужественно изгоняя врага из пределов нашего советского отечества центральный комитет нашей партии направлял все усилия на обеспечение нужд фронта всем необходимым вот я говорил о меховых полушубках о валенках о шапках о теплом белье то чего не было у немецко-фашистских войск и чего не предусматривал Гитлер который рассчитывал на мунистерную войну а вот советское верховное главное командование предвидело и ушло все это дело мы с избытком имели все необходимые запасы для обеспечения наших войск теплым омунированием да каким добротным качественным вот вам факт просто обидно иногда становится вот за то что мы свои величайшие успехи и достижения снижаем вы знаете не говорим в полную силу не говорим ярко а если и говорим то говорим неубедительно сюда под Москву шли резервные соединения материально-технические средства с Дальнего Востока с далекого юга из Сибири с Урала из Средней Азии из Поволжья можно привести астрономические цифры что сделали наши железнодорожители какую они провели огромную работу историческая победа советской армии на полях Подмосковья была достигнута благодаря массовому героизму бойцов и командиров и политработников которые несмотря на чистенное превосходство врага проявляли небывалую стойкость в обороне и решительность наступления в битве под Москвой наши командиры всех степеней я смело могу это утверждать показали высокий класс советского военного искусства поистине мы били врага не числом а умением чувство ответственности воинов защищавших столицу нашей родины Москву рождало героев целыми подразделениями частями соединениями за образцовое выполнение боевых заданий и проявлен при этом доблесть и мужество в битве под Москвой 14 дивизиям 3 кавалерийским корпусам 2 стрелковым 5 танковым бригадам 9 артиллерийским и 6 авиационным полкам было присвоено наименование гвардейских 110 отличившихся воинов были удостоены высокого звания героя Советского Союза мы тогда очень сдержанно шли на присвоение звания героя Советского Союза но вот эти 110 отличившихся воинов удостоены высокого звания это действительно герои без героя 36 тысяч бойцов командиров и политработников награждены орденами и медалями Советского Союза миллионы людей были награждены медалью за оборону Москвы ну и наш брат был награжден орденом Кутузова первой степени и разумеется медалью за оборону Москвы исключительную помощь советской армии оказывали советские патриоты партизаны которые под руководством подпольных областных комитетов и райкомов партии военных советов фронтов и армии причиняли большой ущерб врагу мужественная борьба партизанских отрядов в тылу противника опиралась я бы сказал на всенародную поддержку оставшегося в трубу советского населения исключительно большой вклад в развитие военного производства внесли труженики московского промышленного района в целом уже ко времени героические битвы за Москву около двух тысяч предприятий столицы переключились на выпуск новейшей техники вооружения боеприпасов и снаряжения для Красной Армии решающая роль выполнения задач бесперебойного снабжения фронта боеприпасами техникой принадлежала московским рабочим инженерам техникам ученым крупнейшему и передовому отряду рабочего класса и интеллигенции Советского Союза москвичи наши славные москвичи в эти дни и в последующем внесли неоценимый вклад в общее дело борьбы с врагом партии Советское правительство высоко оценили их подвиг присвоив нашей столице Москве почетное звание города героя летом 1942 года войска Калининского фронта перешли к обороне улучшая положение на тех или других направлениях но крупных операций не вели в августе или в начале сентября 1942 года я был вновь назначен командующим Западного фронта маршал Советского Союза товарищ Жуков был отозван в распоряжении ставки Верховного Главного Командования и получил указание ставки направиться на южное направление в связи с создавшейся угрозой Сталинграду в течение зимы 1942 года и начала 1943 года фронт в основном имел задачу оборона тех рубежей которые были достигнуты в начале 1942 года проводил частные операции с целью сковывания неприятельских сил с тем чтобы исключить возможность переброски их на Сталинградское направление в это время развертывались бои под Сталинградом должен отметить что ни одной дивизии немецко-фашистское командование западного стратегического направления и в частности противника противостоящего западному фронту не перебросило на Сталинградское направление враг рассчитывал видимо что с успешным проведением операции под Сталинградом вновь создается обстановка для обхода Москвы с юга и нанесение фронтального удара этой крупной группировкой которая тоже находилась в обороне против западного фронта мной были соответственно разработаны и подготовлены планы с тем что как только будет обнаружен отход противника советские войска должны стремительно перейти в наступление были созданы ударные группировки были даны направления но мне к сожалению эту же задачу выполнять не пришлось по указанию ставки верховного главного командования я был переброшен на северо-западный фронт на смену командующего западным фронтом товарища Тимошенко Семен Константинович дело в том что на северо-западном направлении готовился глубокий удар но благодаря того что этот удар несколько запоздал началась уже весна от этой операции пришлось отказаться и я высказался отечественное соображение с тем что сейчас по обстановке переходить наступление невыгодно улучшил несколько положений некоторых армий занимающих не совсем выгодные позиции по переднему краю а остальные силы предложил товарищу Сталину вывести резерв ставки верховного главного команды моему приезду на северо-западный фронт там находились разбирая всю обстановку и положение которое там создалось и готовилась вот эта новая операция и маршал советского товарища жуков главный маршал артиллерии товарищ воронов главный маршал авиации новиков александр и вот когда товарищ Сталин направлял меня команда северо-западным фронтом он мне устно отдал такое распоряжение прошу вас передать от моего имени указание маршалу советского товарищу жукову товарищу Тимошенко товарищу ворону и товарищу новикову что они могут быть свободны и направиться в Москву в распоряжении ставки верховного главного командования потому что задачи фронта изменились к тому же товарищ Сталин заметил одно обстоятельство очень важное что борьба наших войск в этих там болотах а там болото очень трудная местность и все и с тем что ускользнула эта дебьянская группировка вышла совершенно безнаказанное закружение ставка была недовольна и у Сталина сорвалась реплика что вот эти очень в значительной степени усложнили выполнение задач которые стояли перед войсками и по силам могли бы вполне быть выполнены войсками северо-западного фронта после разгрома группировки противника под Сталинградом и определив дальнейшие замыслы ставки Гитлера которая стремилась взять реванш за Сталинград и начала подготовку новой операции наше верховное главное командование как бы предвидя события начали заранее сосредотачивать резервы на юго-западном направлении театра боевых действий эти резервы начали сосредотачиваться так с февраля 1943 года вот часть армии сразу было перегруппировано с северо-западного фронта часть армии была взята из-под Сталинграда и был создан в начале резервный фронт фронт который должен был провести укомплектование войск провести необходимое боевое слаживание частей и подразделений и быть в боевой готовности если немецко-фашистское командование предпримет какого рода новые наступательные акции либо на южном или юго-западном направлении или на московском направлении главным образом южной части московского направления в начале это назывался резервный фронт а потом к лету когда совершенно отчетливо по данным нашей разведки стало определяться что неприятель готовит новый удар на курском направлении и направление этого удара совершенно вырисовывается ясно с тем чтобы срезать наш курский выступ с ударом с севера и юга от Орла и от Белгорода и вот этот выступ дающийся в расположении противника ставка переименовала этот резервный фронт в степной военный округ а потом в июне переименовала этот округ в степной фронт в июне меня назначают командующим этим степным фронтом когда я проезжал через москву к месту новой службы на степной фронт и заехал в ставку имел встречу с товарищем Сталином в Москве Сталин принимал меня в присутствие членов государственного комитета как обычно в своем этом вот кабинете который не раз уже описан нашей литературе в том числе и у меня в книге 45-й год в присутствии маршала советского союза товарища Жукова Георгия Константиновича немецко-фашистское командование готовит удар на курском направлении хочет взять реванш за Сталинград собирает соответствующую группировку войск и готовит ввести в дело новые виды боевой техники в частности тяжелые танки типа тигра и пантеры самоходные орудия Фертинант и новые самолеты видимо предстоит очень крупное сражение и вы товарищ Конев назначаетесь на степной фронт которому предстоит в этом сражении сыграть очень большую роль в случае если противник прорвет нашу оборону вам будет необходимым создать ударную группировку и нанести мощный контр удар для разгрома наступающего противника а в последующем и переход в контр наступление одновременно готовя войска к активным действиям для нанесения контрудара и перехода в контр наступление необходимо провести всю полосу в которой занимают войска степного фронта в оборонительное состояние провести большие оборонительные работы на большую глубину с привлечением местного населения обращаю ваше внимание для вас направление будет важным как Орловское так и Белгородское на обоих направлениях вы должны будете соответственно смотреть за характером возможных действий противника и в случае необходимости быть готовым для нанесения мощного удара фронт ваш пополнен всем необходимым войска укомплектованы ваша задача заключается в том чтобы их организовать по-настоящему держать их в полной боевой готовности наши центральные органы постараются обеспечить вас всем необходимым и тут же находящийся Микоян реплика мне делает замечание товарищ Конев я уже занимаюсь этим фронтом и вы можете быть спокойны я сделаю все чтобы фронт укомплектовать всем необходимым полностью до штатов и табелей военного времени я привожу этот эпизод для того чтобы показать деятельность ставки верховного главного командования в стратегическом планирование этой крупной летней кампании второе показать предвидение ставки о возможности и характере действий противника о тех направлениях которые избрал противник и самое главное ставка приняла решение самим не переходить первым наступлением а перейти преднамеренной обороне очень удачно это сформулировал маршал Жуков ставка советского верховного главного командования в то время принимала во внимание что вермахт не располагая резервами сможет наступать только на одном стратегическом направлении создав для этого достаточно сильную ударную группировку целесообразно будет обескровить противника в оборонительном сражении уничтожить его танки а затем введя свежие резервы нанести сокрушительный удар и разбить основную группировку врага причем оборона была сильной подготовленной особенно оборона была хорошо организована на центральном фронте вот в армии пухова вы знаете в армии пухова на один километр фронта было до 90 орудий это наступательная группировка такая же сильная оборона с несколько меньшим количеством орудий на один километр фронта была и у ватутина на основных главных направлениях ватутин создал глубоко эшелонированную оборону большим огневым насыщением системы противотанкового огня в составе степного фронта к тому времени было пять общевойсковых армий одна танковая армия ротмистр я не перечисляю эти армии три отдельных один танковый и два механизированных корпуса три отдельных кавалерийских корпуса воздушная армия этот фронт был так подготовлен к началу немецкого наступления что мог нанести по противнику довольно мощный и сильный удар так что вот это надо в целом рассматривать все эти мероприятия и если на центральном фронте у Рокоссовского неприятелю все удалось продвинуться на 10 километров здесь действия противника были скованы и сильной артиллерией и маневром соответствующих и нанесением контрударов то на Воронежском фронте противнику все же удалось прорваться на Прохоровском направлении на Баянском так называемое направлении продвинулся до 32 километров нанес очень серьезные поражения 69-й армии Крученкина частично 7-й армии Шумилова 6-й армии Чистякова и только благодаря наличия близко рядом расположенных стратегических резервов в виде степного фронта вначале взяли отдельные танковые корпуса из моего фронта потом взяли армию а потом когда немцу удалось выйти на подступы к Прохоровке были введены две очень сильные хорошо укомплектованные армии 5-я гвардейская армия отличившаяся в боях в Саленграде под командованием Жадова и 5-я гвардейская танковая армия под командованием Ротмистрова и вот здесь в районе Прохоровки когда противник полагал что он уже достиг своей цели и сосредоточил крупную танковую группировку для развития прорыва в это время он встретил мощный контрудар в виде двух армий свежей танковой армии Ротмистрова армии Жадова и части сил Воронежского фронта которые продолжали драться в том числе часть сил первой танковой армии произошло необыкновенное в истории танковое сражение это вот сражение под Прохором войска всех фронтов показали здесь себя очень хорошо они остановили врага противник окончательно был сломлен и вынужден был к отходу я не буду развертывать всей картины как организовывался контрудар как организовывалось контрнаступление особенно на южном фасе Курской битве то есть Воронежского и Степного фронта главного Степного фронта все это но и написано в книге записки командующей войсками фронта она скоро выйдет но могу только сказать что удар который был организован 3 августа 1943 года Воронежского и Степного фронта с Межим и Флангом в общем направлении на Белгород и Харьков он был настолько мощным и сильным и так был оснащен в огневом отношении например я помню что 53-я армия Степного фронта имела на километр фронта примерно 250 орудий это впервые такая создавалась массированная группировка артиллерии которая обеспечила совершенно свободный прорыв за благовременно подготовленных немецко-фашистских позиций потому что противник сидел на этом Белгородско-Харьковском рубеже очень продолжительное время примерно с половины 42-го и до августа 43-го года так что взлом обороны врага прошел довольно организованно действия Степного фронта проходили против самой основной группировки ударной которая наступала как раз на южном фасе Курской дуги против не рассосавшейся танковой группировки противника так что мне все время приходилось вести борьбу с танками врага и вот с этими новыми танками типа Тигра и Фердинанда я должен сказать что нелегкая задача была истреблять и уничижать эти самые Тигры потребовалось большое искусство наших артиллеристов и общевойскового командования с тем чтобы применять для уничижения этих танков такие виды артиллерии как 152-мм пушка Гаубица и 122-мм пушка армейская вот они были очень эффективны для уничижения танков Тигра сразу же были введены в прорыв первые танки под командованием Катукова и пятые под командованием Ротмистрова они быстро вошли в оперативную глубину и тем самым способствовали разгрому вот этой Довгородско-Харьковской группировки и все же враг оказывал очень жестокое сопротивление наше продвижение не было в таких высоких темпах когда я подошел к Харькову 10-12 суток я вел бои по преодолению на встроенных всякого рода обводов оборонительных арбежей город Харьков это первый такой большой город поэтому все действия носили довольно организованный характер напористый характер требовалась большая работа в организации управления со стороны командующих армий их штабов военных советов работа политорганов и штаба фронта возглавляемого начальником штаба ныне покойным генералом товарищем Матюр Васильевич Захаров я помню как приходилось выбирать наиболее удачные подступы и удобные подступы для того чтобы нести удар по противнику по самому чувствительному месту и не допустить большого разрушения Харькова взять Харьков понимая что Харьков был как бы воротами запирающими подступы к Донбассу и основным бастионом обороны немецко-фашистского командования на этом стратегическом направлении 23 августа 1943 года Харьков был взят это была большая победа и как бы являлась венцом того огромного сражения которое развернулось и называется Курская битва я не могу не отметить что взятие самого города потребовало больших усилий со стороны моего ближайшего соседа Воронежского фронта противник все предпринимал он подбрасывал самые отборные лучшие свои танковые войска так называем мертвая голова дивизия райх там где великая германия и целый ряд других соединений поэтому роль Воронежского фронта в этом была исключительно большой я не сказал о том что для нас таким же очень серьезным объектом был Белгород Белгород был взят 5 августа этот же день был взят Орел и вот всех этих событий был впервые установлен салют в Москве салют который в последующем выражал победу советских войск в той или другой операции и вот когда я Сталину доложил о том что взят Харьков он оу хорошо благодарю стрелять будем по первому разряду тогда еще не были на разряды установлены эти салюты первый салют был всего из 120 орудий за Харьков 224 орудия а потом в последующем еще больше салюты были уже первые разряда это 300 с лишним орудий так что Белгородско-Харьковская операция как вытекающая непосредственно из общей стратегической обстановки в Курской битве она была для Степного фронта операция успешной она проявила его способности к решению крупных оперативно стратегических задач и в дальнейшем же этот фронт пройдя всю Украину завершил свой поход в Австрию о нем я не буду говорить потому что командовал я этим Степным фронтом переименован последующим вторым Украинским фронтом в течение почти года дошел до границы с Румынией вышел на пруд пересек эту границу освободил северную часть Румынии вышел на Серед и потом перешел к обороне и решением верховного главнокомандования была передвижка в назначении командующих фронтами меня назначили командующим первым Украинским фронтом вместо маршала Жукова который отбыл вставку для того чтобы готовить белорусскую операцию Я бы хотелось очень коротко рассказать о берлинской операции завершающей операции Великой Отечественной войны эта операция является из точки зрения стратегически оперативной выдающейся операцией в истории и военном искусстве фальсификаторы истории извращают эту операцию оскверняют память воинов которые сложили голову в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками если так в целом сказать что мы воины советской армии до конца войны не имели никакой паузы мы непрерывно преодолевали немецкое сопротивление и нам каждая позиция далась ценой большой крови и тем более взятие такого крупного города с миллионной группировкой войск а уж немецкая инженерия чего только не настроила тем более местность обороне Берлина весьма благоприятствовала там много каналов много рек леса болота много всякого рода предприятий заводов все это толстые стены бетонные стены сооружений все это пришлось преодолевать советскому воину штурмом советский народ это отлично понимает что война шла не на жизнь а насмерть шла борьба двух противоположных систем война носила классовый характер и поэтому ожесточенность этой борьбы когда геббельсовская пропаганда делала все для того чтобы поднять всех на борьбу советской армии оказавшейся на подступах Берлина вплоть до мобилизации мальчишек так называемого фолькштурма и мальчишки и старики как я говорю плакали подлецы но стреляли стреляли они были оснащены достаточным количеством оружия особенно этими фаустпатронами занимая выгодное положение в обороне находясь в укрытиях сам Берлин это такой город где подземные коммуникации давали совершенно свободно маневрировать силами и средствами перебрасывать их на большие участки я не буду развертывать картины как Берлин был превращен в мощнейший оборонительный район с множеством оборонительных полос с прочными железобетонными сооружениями с широко развитой системой противовоздушной обороны с большим насыщением артиллерии и автоматного огня при поддержке авиации одной авиации к этому моменту из Шоу-Гитлера было до 3200 самолетов которые активно участвовали в борьбе и в защите немецкой столицы и начиная уже с Одера немецко-фашистское командование рассматривало что это являются дальние подступы к Берлину и каждый наш шаг был взят с боем каждая позиция каждое сооружение каждый дом был взят штурмом с жертвами советских солдат и вот эти иностранные пакостники в виде писателя Трояна который написал роман последние дни войны оскорбляют память советских воинов если Гитлер рассчитывая все еще на раскол антигитлеровской коалиции и маневрируя ввел тайные переговоры от нашего советского командования с представителями капиталистических стран этой коалиции с Америкой и с Англией и там когда открылся второй фронт немецко-фашистские войска не особо оказывали сильное сопротивление то в отношении нас совершенно наоборот до самого последнего дня немец оказывал жестокое сопротивление причем это исходило из его основного генерального плана драться на востоке маневрировать на западе и идти на всякого рода политические сделки с тем чтобы повернуть все силы против советского государства для нас это было отчетливо ясно Гитлер делал все чтобы затянуть борьбу за Берлин выиграть время и может быть у него выйдет так сказать возможность заключить сепаратный мир я должен добавить что жестокие меры репрессий в отношении немецких солдат и фолькштурмовцев поражали ну что от фашистов конечно можно ждать когда видели на фонарных столбах повешенных этих мальчишек или солдат за то что они начинялись приказом Гитлера видя безнадежность этого положения описывать полностью в целом всю эту стратегическую операцию и все баталии которые происходили в борьбе за Берлин мне нет необходимости потому что по этому вопросу у меня написано книга 45 я постарался в ней изложить все основные события которые развертывались в этой операции для того чтобы лучше было разобраться в понимании этой операции я позволю рассказать что вот уже к 24 апреля то есть к тому дню когда обстановка на нашем фронте стала особенно сложной и разнообразной но все же в ней можно было различить 5 так если можно выразить основных направлений основных оперативных узлов как я называю тех событий которые развивались на фронте первый узел это развертывающиеся сражения за Берлин в нем из состава войск 1-го украинского фронта принимали участие 3-я и 4-я гвардейские танковые армии и введенная сходу 28-я армия под командованием генерала Лучинского сюда же можно включить и действия 3-й гвардейской армии генерала Гордова второй оперативный узел ожесточенная борьба с пытающейся прорваться франкфурта губенской группировкой противника к этому времени 9-я армия бусса основная сила этой группировки получила приказ Гитлера пробиваться на юго-запад навстречу армии Венка армия Венка воевала против союзников 12-я армия но по приказу Гитлера она была снята и направлена на деблокирование Берлина навстречу армии Буссе Третий узел связан с наступлением армии Венка выполняя приказ Гитлера Венк начал наступление с запада на левый фланг армии Лилюшенко и правый фланг армии Пухова наступлением 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 На Эльбу из предстоящей встречи с американцами. Наконец, пятый узел, Дрезинское направление, отражение удара герлицкой группировки противника. Немецко-фашистское командование, имея достаточно крупную группировку в Чехословакии, возглавляемую фельдмаршалом Шернером, создало очень сильную группировку на фланге, на Дрезинском направлении. И пыталось повлиять на мой левый фланг, в данном случае на вспомогательную ударную группировку, которую составляли армия Каратеева и армия Сверчевска, вторая армия войска польского. Они наступали на Дрезинском направлении. Вот по ним-то немец и решил, так сказать, нанести удар и создал там довольно такое сложное положение. Поэтому Дрезинское направление включало в себя отражение ударов герлицкой группировки противника и имело для нас очень большое значение. И каждый из этих узлов, каждый из этих оперативных направлений требовал в большей или меньшей мере внимания штаба фронта и командующий фронтом. Я говорю это еще и потому, что хочу дать представление о том, как складывалась обстановка в Берлинской операции. Маневренный характер операции 1-го Украинского фронта, стремительное наступление войск, в особенности танковых армий, наложили и не могли не наложить свой отпечаток на характер управления войсками. Как правило, к исходу дня, при любых обстоятельствах я принимал начальника разведки фронта, прежде чем внести коррективы и принять окончательные решения на проведение операции следующего дня. Принял начальника разведки и на этот раз, но уже поздним вечером. Обстановка, складывающаясь к исходу 23 апреля, требовала от меня ряда решений. Необходимо было окончательно ликвидировать возможность выхода на запад, на Берлин, а также на юго-запад и юг. Для этого надо было закончить перегруппировку 3-й гвардейской армии Гордова, окончательно ввести в дело 28-й армии Лучинского и таким образом сомкнуть фланги 1-го Украинского с флангом 1-го Белорусского фронта в тылу 9-й немецкой армии Бульсе. Требовалось закончить подготовку и осуществить форсирование тельтов канала, к которому вышли уже армия Рыбалка и Лелюшенко и армия Лучинского, с тем, чтобы в дальнейшем действовать уже в самом Берлине. Уже 23 апреля появились признаки того, что у противника на западе начинается какая-то перегруппировка и он очевидно готовится ударить по нас с запада. Точное направление предполагаемого удара мы не знали, данных не было, но для нас уже было совершенно очевидным, такая попытка будет предпринята. Позже выяснилось, что уже существовал приказ Гитлера, по которому 12-я армия Венка обязывалась прекратить действия против наших западных союзников, повернуть фронтом на восток и создать ударную группировку для деблокирования Берлина ударом по советским войскам, наступающих на него с юга. Одновременно такой же приказ был передан 9-й армии Буссе, которая также должна была наступать на южные пригороды Берлина, чтобы соединиться в этом районе с армией Венка. Мы в общих чертах предугадывали такой план, и в этом нет ничего удивительного, потому что он отнюдь не был лишен целесообразности. В нем не было реально учета сложившейся обстановки сил, но это уже другое дело. Это просчеты и ошибки немецко-фашистского командования, которое уже было по существу обречено на поражение. Как потом стало известно, Гитлер в те дни буквально жил этим планом встречного удара. И вот во всех воспоминаниях участников и в документах это проходит красной нитью о том, что Гитлер именно рассчитывал в те дни, что соединятся 9-я армия Буссе и 12-я армия Венка, и это спасет Берлин. Он придавал ему настолько важное значение, что послал самого Кейтеля в штаб Венка, чтобы проинспектировать действия войск Венка. Разумеется, я не знал тогда, чем живет и на что надеется Гитлер, какие задачи он ставит Кейтелю. И не знал даже в точности, где находится тот и другой. Но для меня было совершенно ясно, уж если противник Кнов попробует предпринять что-то активное, то он прежде всего сделает попытку подрезать прорвавшиеся к Берлину войска 1-го Украинского фронта и с запада, и с востока. И я был убежден, что прогнозы оправдаются. Он действительно оправдался. Наши бои в Берлине продолжались. 25 апреля армии «Рыбалка» и 128-й стрелковый корпус, командир корпуса генерал-майор Павел Федорович Ботинский в течение всего дня вели ожесточенные бои в южной части Берлина. На долю танкистов выпала необычная для них задача – штурмовать укрепленный город, брать дом за домом, улицу за улицей. Это очень жестокие и трудные бои. Танкисты «Рыбалка» уже много раз овладевали крупными городами, причем почти всегда делали это методом маневра, обхода, вынуждая противника к отступлению или бегству. А здесь пришлось брать пять за пятью, дальше в условиях, когда немцы были обильно вооружены таким опасным для танков оружием, как фауз-патроны. Напор танкистов увенчался успехом. К вечеру этого дня они продвинулись на 3-4 километра вглубь Берлина, очистив от немецко-фашистских войск районе Целлендорфа, Лихтенфельде, и завязали бой за Штеблиц. Жестокая борьба, в которой один штурм сменялся другим, потребовала от нас создание специальной боевой организации штурмовых отрядов. В каждый танковый отряд во время боев за Берлин входило от взвода до роты пехоты. 3-4 танка, 2-3 самоходки, 2-3 установки тяжелой реактивной артиллерии, группа саперов с мощными подрывными средствами. А они, надо сказать, играли во время боев за Берлин особо большую роль. И несколько орудий артиллерии сопровождения для работы прямой наводкой. Калибры порядка 85-122-мм пушки, а иногда и такие, как 152-мм и даже 203-мм пушки-гаубицы. Чем дальше, все крепче и органичнее соединяли мы танкистов с пехотой. Танк в условиях городских боев поставлен в трудное положение. У него ограниченная видимость, особенно на узких улицах и в густонаселенных кварталах. А пехота видит шире. И во многих случаях она выручала танкистов. Вот это взаимодействие, вот взаимная выручка в борьбе за каждый дом, за каждый, знаете, этаж приходилось даже драться. Она имела огромное значение. При всем мужестве танкисты сами по себе не в состоянии были добиться решительного успеха в уличных боях. Пока рыбалка дрался в Берлине, армия Лелюшенко продолжала вести бои за переправы через Хавель, юго-восточный Поздама. 6-й гвардейский мехкорпус Лелюшенко форсировал Хавель и в 12 часов дня соединился с частями 328-й и 47-й армии генерала Перхорольча. Теперь уже и западнее Берлина, войска 1-го украинского и 1-го белорусских фронтов вошли в непосредственную боевую связь, плотно запкнув в кольцо окружения противника. Положение 9-й армии немцев, тесно зажатой теперь между двумя фронтами, первым белорусским, наступающим на нее с востока и севера, и первым украинским, стоявшим на ее пути с юга и юга запада, становилось все более катастрофическим. Бои в самом Берлине продолжались днем и ночью. Я хочу здесь, не привязывая, так сказать, эти наблюдения к определенному дню, остановиться на характере обороны Берлина. Мне приходилось встречаться с суждениями о том, что бои в Берлине можно было, дескать, вести с меньшей яростью, меньшим ожесточением и поспешностью, а тем самым и с меньшими потерями. В этих рассуждениях, несомненно, есть внешняя логика. Но они игнорируют самое главное – реальную обстановку, реальное напряжение боев и реальное состояние духа людей. И тем, кто хочет судить об оправданности или неоправданности тех или иных жертв, о том, можно или нельзя было взять Берлин на день или на два позже, следует помнить об этом. Иначе в обстановке берлинских боев ровно ничего нельзя понять. Как известно, Ребельс, возглавляя органы гражданской власти, был ответственен за подготовку к обороне гражданского населения города. Что касается Ведлинга, то при вступлении в должность командующей обороны Берлина он получил от Гитлера достаточно категорический приказ – оборонять столицу на последнего человека. Вот этот изуверский приказ и полное непонимание обстановки, а с другой стороны, вот те чудовищные репрессии, которые проводились в отношении всех солдат и особенно фолькштурмовцев по приказу Гебельса, Это свидетельствует о том, что ни Гитлер, ни руководство, которое находилось все еще в этом Берлине, в имперском бункере, совершенно не понимали реальной обстановки дел, которая творилась в самом Берлине. Гитлеровцы готовили Берлин к прочной и жестокой обороне, рассчитан на длительное время и построен на системе сильного огня опорных пунктов услов сопротивления. Чем ближе к центру города, тем оборона становилась все плотнее и плотнее. Массивные каменные постройки с большой толщиной стен приспосабливались к осадному положению. Окна и двери во многих зданиях заделывались, и в них оставлялись лишь амбразуры для ведения огня. Вот когда я говорю о том, что танкам трудно драться в городе, что из-за каждого угла создается угроза внезапного удара по танку, значит, фау с патронами или орудиями, все это, соответственно, требовало от нас продумать так, чтобы танки несли меньшие потери. И как мы не стремились к этому, но во время берлинской операции гитлеровцам удалось уничтожить и подбить 800 с лишним наших танков и самоходок. Причем основная часть этих потерь приходится на бои в самом городе. Стремясь уменьшить потери от фау с патронов, мы в ходе боев ввели простое, но очень эффективное средство. Создали вокруг танков так называемую экранировку, то есть навешивали поверх брони листы жестий или железа, простого листового железа. Фау с патроном, попадая в танк, сначала пробивало это первое незначительное препятствие, но за этим препятствием была пустота, и патрон, натыкаясь на броню танка и уже потеряв свою реактивную силу, чаще всего реки шитировал, не нанеся ущерба. Эта самая экранировка как бы амортизировала силу пробиваемости реактивного фау с патроном. Почему возникает вопрос, мы эту экранировку применим не так поздно? Видимо, потому что практически не сталкивались с таким широким применением фау с патронов в уличных боях, а в полевых условиях не особенно с ними считались. Особенно обильно были снабжены фау с патронами батальоны фолькштурма, в которых преобладали пожилые люди и подростки. Фау с патроном – одно из тех средств, какие могут создать у физически неподготовленных и необученных к войне людей чувство психологической уверенности в том, что лишь вчера, став солдатами, они сегодня могут реально что-то сделать и убить наступающего противника. И надо сказать, что эти фаустники, как правило, дрались до конца, и на этом последнем этапе проявляли значительную большую стойкость, чем видавшие виды, но надломленные поражениями и многолетней усталостью немецкие солдаты. Солдаты немецкие по-прежнему сдавались в плен только тогда, когда у них не было другого выхода. Тоже следует сказать и об офицерах. На боевой порыв у них уже погас. Оставалась лишь мрачная, безнадежная решимость драться до тех пор, пока не будет получен приказ о капитуляции. И капитуляция наступила. Мне еще пришлось и провести пражскую операцию. Она тоже интересная, очень большая операция. Но здесь, в этой операции, я только могу сказать два слова. Что стремительность действий наших советских войск, особенно решающую роль сыграли войска 1-го Украинского фронта, которые были насыщены большим количеством танков. На Прагу было мной запущено одновременно 1600 танков на широком фронте, с большим маневром. Они спасли Прагу от разрушений, спасли чехословацкий народ от той крови и от тех злодеяний, которые готовили немецкие злодеи над пражским населением. Когда сейчас, спустя 27 лет после окончания войны, думаешь о минувших событиях, в памяти ярко встает прошлое, пережитое и горечь неудачь, и радость побед. Вспоминается и 1941 год, когда враг в зените своей боевой мощи, используя все ресурсы покоренной Европы, стоял у ворот Москвы, рассчитывая на легкую победу. Но он понес под Москвой, а затем под Сталинградом и в других битвах, как на территории Советского Союза, так и в операциях по освобождению стран Европы, тяжелые поражения, и не смог спасти свою имперскую столицу от падения. Под обломками поверженного Берлина было погребено и само фашистское государство вместе с преступником и зачинщиком войны Гитлером. Какой это назидательный урок! От первых неудач начального периода войны к полной капитуляции побежденного врага гитлеровской Германии таков великий путь нашей армии в минувшей войне. Это ли не выдающийся исторический пример? Вот что значат великие идеи ленинизма, воплотившиеся в могучем социалистическом строе советского государства. Пройдут века, но никогда не изгладится в памяти грядущих поколений героический подвиг советского народа и его вооруженных сил, разгромивших гитлеровскую Германию в Великой Отечественной войне. Через все битвы и сражения, через трудности и невзгоды прошли героические войны советской армии. Многие из них пари смертью храбрых на полях войны. Их ратный подвиг будут чтить благодарные потомки. Слава им! Слава им! Продолжение следует...